здравствуйте мои дорогие любители фотографировать всех привет на сегодняшнем спасибо обзорным занятием на посвященном курсу основа фотографии практика давайте я себя представлюсь меня зовут антон мартынов начнем с того что этот курс уже на не новый вот этот по крайней мере на который сейчас мы будем с вами обсуждать то есть который буду сейчас вам презентовать он уже не новый он уже был он уже проводился он был назывался фотография продвинутый уровень сейчас мы его немножко переделали пересмотрели свои подходы и главным образом и конечно пересмотрели подход к основам фотографии и там стало больше информации больше занятий конечно стал более монументальный поэтому некоторая информация перетекла в тот курс некоторая информация дополнилась сюда и поэтому это не на пустом месте курс это курс основывается на старых занятиях которые раньше были принципе проходили в общем довольно регулярно то есть информация есть наработки есть это не новая вещь она дополнила программа нашего курса который называется основа фотографии практика теперь вот выглядит теперь вот так она принципе не поменялась она как было раньше но я на всякий случай еще таки озвучил на первом занятии у нас мы говорим про натюрморт на втором про пейзаж на третьем портрет на четвертом говорим про жанр на пятом остальные жанры и на шестом делаем подведение итогов для кого этот курс опять же тоже кратко этот онлайн курс рассчитан первую очередь на тех людей кто уже ознакомился с курсом основа фотографии либо обладает знаниями в объеме этого курса ну то есть это те люди которые уже поняли каким концом надо держать фотоаппарат поняли какие нужно нажимать кнопки разобрались с основными настройками даже может быть начали снимать но в общем хотят как-то двигаться дальше поэтому он ведь и даже название у нас сохранилась основа фотографии потом основа фотографии практика то есть это продолжение такого базового основного монументального курса то есть мы пытаемся выстроить такую продвинутую систему обучения в которой бы есть были бы разные этапы были бы разные ступени ну вот таким вот образом это работает значит вот связка курсов как раз да основа фотографии Теперь 12 занятий у нас, и этот курс основы фотографии, он формирует самые базовые знания, то есть это по сути тот фундамент, на котором все должно стоять, остальное изучение фотографии для всех людей. То есть не обязательно, конечно, прямо отходить на курс основы фотографии, потому что я уверен, что есть люди, которые сами уже все изучили, но скажу так, что на самом деле на практике выясняется, что в большинстве случаев есть какие-то пробелы, есть какие-то лакуны, поэтому тем людям, которые даже считают, что они знают фотографию, считают, что они знают основные вещи, базу, да, я рекомендую все-таки посетить курс основы фотографии, наглая, неприкрытая реклама, ну что поделать, да, потому что выясняется, часто довольно, часто бывает такая ситуация, что, ну какие-то пробелы есть в знаниях, то есть курс основы фотографии позволит их систематизировать и заполнить все эти пробелы, сделать его все больше, информацию более цельной. Вот, ну и, соответственно, следующий курс это основа фотографии практика. Вот, основа фотографии, вот сейчас Сергей дал как раз ссылку, недавно было, кстати, было обзорное занятие, вы можете посмотреть тоже на странице этого, курса есть еще и у нас ссылка на обзорное занятие, можете посмотреть, как там и что там будет. Вот, что нам понадобится для прохождения этого курса, ну, разумеется, нам понадобится фотоаппарат, естественно, да, тут в данном случае никаких необычных требований я не говорю, то есть хороший фотоаппарат, который может управлять всеми вообще вещами, объектив, а желательно несколько объективов, вот, вот эти моменты, да, хотелось бы, чтобы у вас были, чтобы была возможность работать с оптикой, чтобы была возможность работать со всеми настройками. Знание, вот это очень важный момент, знание в объеме курса основы фотографии, да, вот этот момент тоже подумайте, посмотрите, посмотрите программу основы фотографии, посмотрите, может быть, что-то непонятно, может быть, какие-то вопросы у вас там возникнут при просмотре этой программы, Сергей как раз дал ссылку. Если возникают вопросы, то желательно все-таки как-то эти знания восполнить. Пойдете ли вы на курс или самостоятельно восполнить, это уже ваше дело. И время для прослушивания информации, для участия в мероприятиях наших онлайн и для выполнения домашних заданий. Обратите внимание, это очень важный момент. Время для выполнения домашних заданий. На этом курсе будет много домашних заданий, будет много практической работы, которая будет довольно сложной. Практика показывает, что выдается на выполнение домашних заданий неделя, но практика показывает, что это довольно сложно и не всегда у всех хватает времени, чтобы это все вовремя хорошо сделать. Курс действительно у нас идет занятие одно в неделю всего лишь, это казалось бы. С другой стороны, практика довольно сложная, еще раз повторюсь, это приводит к тому, что у людей неделя на выполнение домашних заданий. Мне кажется, что много, а потом выясняется, ого, всего-то неделя. Ну, потому что я понимаю, работа, дела, семья, забота и так далее. Что вы получите на этом занятии? Ну, посетив этот курс, вы получите возможность посещать живые онлайн занятия. Это у нас всегда и везде. Это наше преимущество, это наша фишка. Я, соответственно, не устаю про это говорить. У нас есть живое общение. Вот вы сейчас можете написать мне любые слова, я буду на них реагировать. Например, подергайся за правое ухо. Я оп-оп и подергался за правое ухо. Смотрите, полный интерактив. Сам придумал, сам выполнил. Соответственно, вот это очень удобно, потому что во многих других школах есть запись преподавателя. Это может быть очень хорошо, может быть очень здорово, там классно смонтировано, без всяких ЭБМ и прочих разных каких-то вещей. То есть аккуратненько, может быть, с нескольких камер снята, но это не живое общение. То есть нету возможности задать конкретный вопрос, уточнить, вступить в переписку, в диалог, какие-то задавать вопросы и так далее. Вот здесь у нас самое большое преимущество, практически как живое общение. Ну так и есть, да только онлайн. Вы получаете записи всех занятий для просмотра, для повторения. Вы получаете конспекты всех занятий бессрочных. Записи имеют ограниченный срок хранения. Они у вас хранятся в течение всего курса, плюс две недели после окончания курса. Ну, в принципе, можно продлить за небольшую символическую сумму. Можно продлить. Ограничения вызваны не потому, что мы жадные, не потому, что мы злые, а потому, что когда у человека есть ограничения по времени, эмпирическим путем установлено, что люди более внимательно относятся ко всем этим материалам, они их просматривают, они оставляют на потом. Рабочие файлы курса. Домашние задания по теории, ну, данном здесь нету, по практике. Ну и сертификат об успешном окончании курса, если его заканчивается. Так, ну и вот кратко тоже концепция обучения в нашей школе. Онлайн занятия, еще раз повторюсь, это живые занятия, видите, вы задаете вопрос, я отвечаю. Вы уточняете, я реагирую. Вот это большое преимущество, это большой плюс. Конспекты, записи занятий, все это читаете, смотрите дома, сколько хотите, изучаете. Домашние задания, практика на этом курсе, на этом занятии, на этом курсе нету теории, есть только практика. Вот, мы изучаем практику, смотрите практические вещи, да, и, соответственно, домашние задания тоже практические. Вот, ну и дополнительный блок, который, кстати, не всегда есть на других курсах, это разбор ваших работ. Вот, то есть после выполнения домашнего задания на этом курсе подразумевается, что все домашние задания, все, да, повторюсь еще, да, будут разбираться онлайн. И я буду говорить, что хорошо, что плохо, на что стоит обратить внимание, да, как улучшить. Давайте я вам покажу, как устроено все это на сайте. Ну, кратко, я не буду долго, потому что, в принципе, все это было на базовом курсе показано. Вот у нас есть личный кабинет, ну, чтобы было понятно, да, вот, наш сайт, вот, есть вот обучение, фотография, вот, вот наш курс, да, как раз основа фотографии. Вот вы заходите, основа фотографии, практика, да, которую мы сейчас обсуждаем. Вот, вот здесь можно посмотреть, например, программу курса, да, подробная программа со всеми этими моментами, конкретно, да, все здесь прописано, она более такая, подробная. Здесь, кстати, можете посмотреть отзывы тех людей, кто уже обучался, да, кто уже проходил эти курсы. Вот, соответственно, есть отзывы, вы можете почитать. Никого мы не, в данном случае, не ограничиваем выражение своего мнения. Можете написать что угодно, что вам больше нравится, то и можете написать. Что вы считаете правильным, то можете написать. Это реальные люди оставляют, да, чтобы вы не подумали, что это какие-то боты. Или там специально приглашенные какие-то персонажи. Всем вы можете написать сообщение, если прям хочется пообщаться. Вот нажмите клавишу «Ответить» и задайте вопрос, ему придет письмо, он, соответственно, вас отреагирует на это сообщение, на то, которое вы напишете. Ну, только будьте внимательны, это живой человек, отреагировать может как живой человек. Вот здесь будет у нас ссылка еще на вот эту запись, которая сейчас происходит. Будет отдельно, она здесь помещена в отдельном ролике. Вот, ну давайте посмотрим. Записаться здесь, понятно, кнопка. Вот, личный кабинет. Зайдем, посмотрим в личный кабинет. Вот, смотрите. К вопросу о том, что нужно изучать фотографию прямо с нуля, потому что даже если вы считаете себя каким-то там продвинутым, даже если вы считаете себя уже успешным, все равно порой бывают базовые знания полезные. Вот я, например, записался красным здесь. В расписании указано это занятие Журавлева, базовый курс по фотошопу. Хотя я фотошоп знаю, я нигде не учился, потому что в то время, когда я осваивал фотошоп, учиться в России было не у кого. Поэтому приходилось самостоятельно все осваивать и, как это называется, по бразильской системе, то есть, прям в реальной работе. Вот, ну, это было давно. Вот, и я, в принципе, считаю, что я хорошо знаю фотошоп, и все равно я записался на базовый курс к Журавлеву, чтобы посмотреть, что рассказывает мастер, да, чтобы посмотреть, какие у меня могут быть пробелы в моем образовании, чтобы их заполнить и выстроить единую систему. Ну, это я к вопросу о том, что многие люди хотят пойти сразу на продвинутые какие-то занятия, хотят пойти вот на следующую ступень, а порой бывает, что информация у них не полная, фрагментарная или неправильная часто бывает, да, к сожалению, такое тоже бывает. Вот, и бывает, что на занятиях мы сталкиваемся с такими ситуациями, что у человека просто нет знаний, да, на то, чтобы мы могли продолжать обучение. Вот, поэтому просто внимательно рассчитывайте свои силы, да, смотрите на свои возможности, и когда будете записываться, посмотрите все-таки программу основ фотографий просто сами по себе. Ну, вот можно будет зайти, соответственно, на, вот он идет у нас сейчас, фотографии еще про адвентуру, старые, да, вот можно просто заглянуть, как выглядит у нас кабинет вот занятий, да, вот есть как раз общение к вопросу, вот идут как раз, идут общения, вот человек задает какой-то вопрос, да, в течение занятия, а я ему отвечаю. Вот, вот большая простыня по поводу, там, ответы, там, и так далее, вот идут какие-то дискуссии у нас в оффлайне, то есть вот можно это посмотреть, плюс все остальные тоже могут. Могут быть личные вопросы, на которые я отвечаю лично, да, то есть вот какие-то ответы на вопросы, которые прям напрямую не для всех, а вот для каких-то определенных ситуаций. Вот, ну, соответственно, вот здесь у нас идут какие-то тоже общения, но только уже личные общения. Так, что у нас еще есть? Вот домашние работы, соответственно, здесь вы подаете, архивы, ну, вот можете посмотреть, каждое занятие после того, как оно закончилось, сразу появляется в архиве. Часть первая, часть вторая, вот каждое занятие можно пересмотреть, вот и прям тут указано, до какого времени доступно. Ну и конспекты. Вот, конспекты тоже можно посмотреть, открыть, изучить и так далее, полистать. Отсюда выходит простой такой момент, да, как учиться на курсе, как нужно, да, ходить на живые занятия, посещать именно занятия. То есть, в принципе, я понимаю, что бывают тяжелые ситуации, там, работа, дела, семья, забота, я уже говорил, и нет возможности посетить, вот особенно там люди, которые пишут, там, вот откуда-то из других городов, там, 2 часа ночи, да. Может быть, нет возможности живые занятия посещать, будет запись. Но, в принципе, желательно, конечно, ходить на живые занятия, именно участвовать в живом обсуждении, активно участвовать, писать, соответственно, свои комментарии и вопросы сюда, и чтоб я мог на них отвечать прямо в течение занятия. Пересматривать записи, читать конспекты, выполнять домашние задания, вот, задавать вопросы между занятиями, это тоже очень здорово и полезно, Анна, вы можете как раз к вопросу на ваш, к ответу на ваш вопрос, да, можете как раз общаться. Вот, ну и общаться друг с другом и со мной, вот, через ресурсы курса. Давайте посмотрим темы, темы сегодняшнего обзорного занятия курса основы практики, основы фотографии практики. То есть, какие будут сегодня у нас темы? Ну, начнем со знакомства. Только что, я считаю, мы эту тему закрыли. Знакомства познакомились, посмотрели друг на друга, вы на меня, я на вас, это мы прошли, давайте двигаться дальше. Буду говорить сейчас про особенности предстоящего курса и цели. Буду говорить про управление самовыражением, да, это будет тоже тема такая, не очень большая, но, в принципе, я про нее буду говорить. И дальше уже по занятиям просто из каждого занятия выдернута небольшая тема, небольшой кусочек, чтобы я на нем рассказал, чтобы я показал, показал, какие материалы есть, какие используются, я рассказал какие-то свои мысли на эти темы, чтобы вы могли почерпнуть, в том числе, информацию для себя, для своего использования, может быть, уже как-то воплотить в жизнь. Пейзаж, соответственно, первое, что считать хорошим натюрмортом, потом пейзаж, особенности передачи объема, портрет, нюансы работы с моделями, жанр, юридическая сторона вопроса, тоже довольно интересная тема такая, хоть и к фотографии прямого отношения не имеют, но тем не менее, те люди, которые занимаются жанром, жанровые фотографии, они должны знать. Ну и небольшая такая добавочка, это будет небольшая информация по ню. Если вы обратите внимание, в программе курса нету обнаженной натуры, нету ню, хотя это один из основных жанров фотографии, всего их пять, как раз, да, натюрморт, пейзаж, портрет, жанр и ню. Это не я придумал, это придумано и давно уже существует деление, которое, в общем-то, общепризнанное, да, в котором жанр обнаженной натуры находится отдельно от всего, то есть это не подраздел портрета, не разновидность, там чего-то еще, а именно отдельное направление. Вот, в рамках этого курса мы этим вопросом специально заниматься не будем, но на этом обзорном занятии у нас будет небольшая затравка, опять же, потому что у нас еще готовится курс дополнительный, который этой темой будет касаться. Вот, а поэтому небольшой такой анонс, такой анонс в анонсе, можно будет сказать, немножко я про это поговорю. Вот, ну и почему люди снимаются в этом жанре, такой вопрос, я думаю, тоже может быть полезен, может быть, что-то вы из этого подчеркнуете. Приветствую, Богдан. Вопросы и ответы. Ну, это финальная часть, вы сможете задавать вопросы на любые фотографические темы, я постараюсь на них ответить. Ну, безусловно, конечно, я не обладаю всемирной базой знаний, но какие-то вопросы могу про них рассказать и ответить. Итак, вот, темы сегодняшнего обзорного занятия, про что мы будем говорить сегодня. Давайте, поехали. Теперь мы попробуем со всем этим взлететь, помните, как в старом анекдоте было, да, теперь попробуем с этим, очень мне нравится. Это фотография, это американцы делали систему взлета с укороченным пробегом, вот, и в бомбардировщик запихали кучу ракетных ускорителей, выглядит, конечно, это такой стимпанк, да, такой все. Очень круто, реальный снимок настоящий. Давайте, поедем и посмотрим. Значит, начать нужно как раз, как я уже говорил, особенности курса, а чтобы их понять, нужно посмотреть, какие у нас есть этапы обучения фотолюбителям, то есть, как он учится, неважно где, в школе, не в школе, сам там, по учебникам и так далее, как он учится. Ну, первое, это у него возникает желание фотографировать. У всех по-разному, у всех из-за разных вещей, ну, мне, например, просто нравилось там заниматься какими-то вопросами, скорее даже обработать, потому что я в свое время занимался спецэффектами для кино и для телевидения, и мне было интересно возиться с коллажами, интересно было возиться с обработкой и так далее. Я начал фотографировать сам для своих работ, ну, было мне интересно. Желание фотографировать, это у всех появляется, ну, по-разному, но оно появляется первое, самое важное, самое главное. Второе, человек начинает изучать базовые знания работы фототехники. Диафрагма, выдержка, ISO, как настроить, как работать, каким концом куда направлять и так далее. Это все базовые знания работы фототехники, и где это будет, опять же, подчеркнуто, это уже не важно, будет ли вы, будете ли вы там самостоятельно этому учиться, будете вы там на собственном опыте, будете выходить на курсы. Все-таки я вам рекомендую, конечно, посетить основу фотографии, чтобы закрыть все пробелы, но, тем не менее, это не так важно, не принципиально. Вот базовые знания. Потом идет у нас следующий этап, это на практике человек нарабатывает какие-то приемы, нарабатывает решения, он практикуется и пытается получить критику. Ну и дальше этап уже, видите, в такой туман и в дымку, наверх уходит, а самореализация и творчество, это когда человек уже получил основные, прошел основные этапы, и начинаются уже дальше более сложные какие-то вещи. В некоторых случаях это повторяется, цикл, да, но только на более высоком уровне, там дальше могут быть разные варианты, но, в принципе, все примерно одинаково, все примерно однотипно. Самое интересное и самое важное для нас сейчас, в данный момент, это вот практика и получение критики, вот этот этап, вот этот момент, потому что все остальное, в принципе, можно получить довольно спокойно, как говорилось уже, там, самостоятельно, без каких-либо дополнительных сложностей, да, можно самому получить желание фотографировать, можно самому заниматься самореализацией и творчеством, вот, ну и в том числе можно изучить фототехнику и базовые знания, там, уже какими-то другими способами. А вот с критикой все несколько сложнее. Все, наверное, в интернете встречали, вот, всех такие разные комментарии, человек выкладывает фотографии, там пошло-поехало, да, какие-то сообщения, нравится, не нравится, вот, что бы я бы делал, там, пишет каждый человек, а что бы не делал, и это, в принципе, довольно часто и очень часто встречающиеся такие отклики на фотографии. При этом правильно, на самом деле, интересно и самое важное, это когда человек, который разбирается в предмете, который понимает суть фотографии, который понимает задачу, которую преследовал фотограф, ну, по крайней мере, знает задачу, которую преследовал фотограф, обладает дополнительными знаниями по всему, что вокруг этого предмета находится, он уже дает какие-то более-менее конкретные рекомендации по тому, как можно было бы улучшить снимок, и по тому, как можно было бы сделать его более соответствующей той задумке, которая была изначально. То есть, вот то, что слева, это мнение, и каждый человек может высказать свое мнение, но, разумеется, есть такая оговорка, если его об этом попросят. К сожалению, у нас очень многие люди, ну, по крайней мере, в Рунете, они забывают, что их не просят иногда о высказании своего мнения, они высказывают свое мнение по любым вопросам, да, в том числе, там, по политике, по авиакатастрофам, по, там, пожаротушению, по фотографии, в том числе, у нас так устроены люди. Надо сказать, что это, в общем-то, общемировая черта, но процент людей, которые разбираются во всех вопросах, конечно, в Рунете он зашкаливает по сравнению с другими, да, там, очень часто я вижу, что, например, в западных интернет-сообществах человек просто говорит, я не обладаю достаточными знаниями, поэтому я не буду дискутировать на эту тему. Вот, а у нас, нет, все равно все обладают. Неважно, какой вопрос, главное, что все обладают. Вот, и так, мнение можно высказать, это нормально, в принципе, высказывание своего мнения, это тоже нормально, важно, конечно, чтобы попросили, иногда бывает это негласно, когда человек размещает на каких-то ресурсах, он просит негласно это мнение. Иногда он, например, размещает у себя, и тогда он мнение не спрашивает, и его мнение какого-то другого человека для того, кто выкладывает фотографии, допустим, в Инстаграм, оно примерно такое же, как мнение на внешность. Я не спрашиваю никого какого-то мнения о своей внешности, да, то есть, вот, как я выгляжу, как я одет, например. Если я захочу, это я подойду и спрошу, как тебе, хорошо я бороду сделал, да, там, постригся нормально, хорошо, вот человек может тогда высказать. А если я иду по улице, и ко мне подойдет человек и скажет, ты знаешь, что-то не очень хорошо бороду поставить. Это будет неправильно, это будет нехорошо. Вот, поэтому с мнениями очень есть сложный момент, вот, но в общем и целом это просто высказывание нравится-не нравится. А критика, она более сложная, она более объемная, она требует, чтобы человек, который высказывает критику, требует, чтобы этот человек обладал большим, порой даже, информацией, чем сам фотограф. То есть, критик должен понимать, ну, во-первых, фотографии должен понимать в технике, должен понимать в бэкграунде, то есть, например, если, допустим, фотография про бизнес, я должен понимать про то, как устроен механизм бизнеса, да, то есть, если это фотография про автомобили, я должен понимать, в автомобилях должен разбираться, что там в них ценного, что должен показать фотограф. Если это про костюмы, я должен разбираться в костюмах. То есть, видите, не только фотографии, а еще должен разбираться в опросе, да, Поэтому получается значительно сложнее, значительно больше информации. Так вот, мнение получить у нас очень легко, а критику получить практически нереально. Ну, то есть практически негде получить критику, насколько я знаю, на фотосайтах, ну, скорее всего, вы получите мнение. Маловероятно, что будет критика. Вот. Поэтому нам нужно, в принципе, было придумать такой вот механизм, придумать такой курс, где бы это можно было бы получать совершенно спокойно и адекватно вот эту критику. Но для критики, для разбора работ, для понимания, нужны некоторые условия. Обязательно нужны эти условия. Ну, во-первых, первое, что должен быть контекст и общий бэкграунд. То есть люди должны быть на одной волне. Потому что если я вдруг начну критиковать с точки зрения знания костюмов, вот предыдущую фотографию, а человек делал фотографию об автомобиле, то мы опять не поймем друг друга, и критика моя будет не в коня корм. Да, поэтому должен быть общий контекст и бэкграунд. На нашем курсе это формируется на теоретической части занятия. На каждом занятии есть теоретическая часть. Вот. И я рассказываю какие-то определенные вещи, и это для нас является общим бэкграундом и общим, соответственно, контекстом, в пределах которого мы общаемся. Единое для всех домашнее задание выдается. Ну, при этом, конечно, оно, домашнее задание позволяет сохранить творческий подход. То есть не просто жестко, сфотографируй мне, пожалуйста, батон хлеба. Итак, нам нужно для разбора все-таки единое занятие, единое задание, чтобы все люди находились мало того, что на одном бэкграунте, мало того, что в одном контексте, понимая, о чем мы говорим, еще выполняли одну какую-то вещь, конкретно какое-то домашнее задание, направленное на что-то улучшение, на что-то понятие. Ну и, соответственно, важно формулирование идеи. Это имеется в виду, что человек должен сам сформулировать точно ту идею, которую он должен воплотить. В этом контексте, к этому домашнему заданию, и если это будет еще и сформулированная идея, которую он пытался воплотить, то тогда мы сможем нормально, объективно разбирать фотографии. По сути, все вместе получается некий такой довольно сложный этап, который не является, в общем, в прямом смысле таким творческим. То есть он не является каким-то, ой, хочу, чего хочу, то и делаю. То есть вот вперед и с песней пошел. Хотя, конечно, еще раз повторюсь, определенная свобода творчества здесь есть. Причем довольно большая. Но это некий этап, на котором мы учимся выполнять конкретные действия, чтобы можно было их конкретно разбирать, чтобы их можно было посмотреть. Итак, исходя из этого, какие у нас главные цели курса какие? Ознакомиться с жанрами, понять, какие есть основные особенности у каждого жанра. Сейчас я еще скажу, зачем это нужно. Понять, как воплощать задуманное. Вот это самая важная и самая главная часть, которая, к сожалению, довольно часто у многих фотографов дает сбой. Потому что, как говорится, хотел одно, а вышло другое. Или хотели как лучше, а вышло как всегда. Но это, конечно, не совсем, конечно, про фотографию. Но, тем не менее, довольно часто происходит такая ситуация, что человек задумал одно, а получается немножко другое. С чем это связано? Это уже отдельный предмет для дискуссии. Сейчас не хочу в это вдаваться. Прямо целая есть куча вопросов, почему так происходит. Но это довольно частая ситуация. То есть человек хотел рассказать какую-то одну вещь, а на деле получилось одно. Хотел создать грозу, а получил козу в розовую полосу. Помните, еще старая песенка была у Пугачева про волшебника. Для того, чтобы правильно выражать свою мысль, для того, чтобы правильно рассказывать и воплощать задуманное то, что вам нужно, нужно понимать, как это делается. Нужно обладать определенным набором понимания, как это строится. Вот это на этом курсе как раз у нас и есть. Одна из основных, одна из самых главных задач – понять, как построена методика, которая позволит вам передавать именно то, что вы хотите. Не что получилось. Шел-шел, увидел, сфотографировал. Вот что получилось, то и получилось. Именно задумал, а сфотографирую-ка я вот и дальше. Хоп, для этого нужно то, для этого нужно это. Вот так, так и так. А, вот тогда у меня получится близко к тому, что я себя задумал. Ну и научиться комбинировать приемы – это как раз очень сильно взаимосвязано с первым пунктом – ознакомиться с жанрами. Дело в том, что в каждом жанре фотографии есть какие-то определенные моменты, которые фотограф может использовать в других жанрах. Ну, допустим, человек не хочет снимать натюрморты. Ну, к примеру, у него нет желания, не горит желанием фотографировать натюрморты, ничего страшного в этом нет. Я не заставляю вас всю жизнь снимать натюрморты, но попробовать снимать натюрморты, понять, что в них ценно, понять, как это работает, понять, как это строится – это очень важно, потому что, поняв это, вы получите определенный набор знаний, который сможет вам пригодиться и в других направлениях. То есть поймете, как работать натюрморты, поймете, как работает свет, допустим, на предметах, чтобы получить объем. Поняли, как получить объем на предметах, поймете, как получить объем на лицах людей, чтобы получился хороший объемный портрет. Видите, получается, вроде бы как человек не хочет снимать натюрморты, но знание натюрмортов позволяет ему работать в других жанрах и получать дополнительную информацию в работе этих жанров. Ну это как вот в случае с физкультурой, казалось бы, если я буду приседать, ну как я смогу от этого лучше метать копье, казалось бы, несвязанные вещи. Копье я метаю рукой, а приседаю я ногами. Но тем не менее это все взаимосвязано. Ноги нужно тренировать, руки и все остальное. Я рассказываю здесь про определенный базис, про определенные моменты, а потом на основе этих базис выполняется домашнее задание. То есть мы даем единый контекст, человек выполняет домашнее задание. То есть для каждого, в принципе, даже продвинутого фотографа, это интересный такой челлендж. А как я могу сделать вот этот ДЗ? Ну некий такой мини-конкурс, можно сказать. Есть некий универсальный язык, символический, который понятен всем людям. Ну например, есть у нас красивая фотография заката. Но что-то в ней не хватает, хочется чего-то к этой фотографии добавить. То есть какой-то элемент, чтобы эта фотография была не скучной, фотография заката или восхода, а чтобы это было что-то интересное, на что люди бы посмотрели, на что бы они захотели потратить свое время. Значит, ну какая-то определенная категория будет рада романтике. То есть если мы добавим сюда, допустим, целующуюся пару, обнимающуюся, в разных вариантах, это в данном случае некий эскиз, некий набросок, в разных вариантах, и так, и всякой, ближе, подальше, то мы получим некую романтику. Если человек говорит, да я не хочу романтику, я хочу пафос, давайте мы добавим пафос, да, будет пафос у нас, да, то есть будет не только романтика, а будет еще и нереально крутой пафос. Если мы сможем это сфотографировать, то это будет вообще замечательно. А треть человек говорит, да мне пафос это ваш, там, и романтика не нужна, мне давай трагедию. Пожалуйста, давайте будем трагедией. Есть определенные элементы, которые позволяют вам, ну это я очень утрирован, очень упрощенно, но суть такая, да, что вы будете видеть, соответственно, уже следующая какая-то разница будет трагедия. А треть человек говорит, да ну вас трагедия, давайте фарс, а еще лучше какой-нибудь смех, да, веселье, ну давайте фарс. Вот, можно и в этом направлении двигать. Да, то есть у каждого есть свое собственное представление, куда он хочет двигаться, и есть еще раз повторюсь, некий определенный универсальный для всех людей на всей планете язык символов, которые построены уже давным-давно в цивилизации, и они работают, да, то есть если мы говорим, я хочу изобразить усталого человека, то это вот одно, да, если я хочу живчика и веселого, и радостного, то это другое, да. Если я хочу что-то, какие-то еще моменты, то есть определенный набор, есть определенный код, которым мы будем пользоваться, и одна из главных целей этого курса, это именно как раз объяснить, как работает этот набор, как работают эти коды. То есть не что получилось, потому что получилось, а потому что я целенаправленно двигался вот в этом или в этом направлении. Вот то, что я хотел донести, то есть какую мысль я хотел донести относительно самого устройства курса, относительно цели. Давайте пойдемте посмотрим по отдельным каким-то темам. Начнем с натюрморта. Натюрморт вообще довольно интересное направление, по сути это фотография по определению. Фотография неодушевленных предметов, да, то есть самое такое очень простое определение, но тут есть нюансы. Нюансы заключаются уже в том, как фотографировать и что фотографировать. Ну, давайте посмотрим для начала, вот какая-то фотография, которая полностью подпадает под определение натюрморта. Вот, например, натюрморт, да, окей, окей, неживые предметы, неживые, да. Интересный натюрморт, ну, как вы думаете, как ваш, интересно он или нет. Ну, может попробовать написать, да, нет, нравится, не нравится, плюс-минус поставить. Вот, не очень, да, я согласен, ну, чашка, ну, да, но она, кстати, фотографирована очень качественно, очень хорошо. Видите, объем у нее есть, да, все хорошо. Мы про это будем говорить, про натюрморта, обязательно будем говорить про то, как передавать объем, как с этим работать. Видите, у нее там есть такая форма, да, хорошо показана, окей. Окей, а вот это поинтереснее, ну, вроде как, да, то есть, первый был, ну, не очень интересный, да, такой натюрморт, чашка, предметная фотография, абсолютно верно, правильно очень заметили, да, предметная фотография. Это некий шаг в сторону, да, уже предметная фотография, там, а-ля стоковая предметная, куда-то уже в другое место, чуть двинулась, уже есть пара, уже есть жизнь, есть какие-то карточки, намек на то, что кто-то чего-то разглядывает, рассматривает, занимается, там, выпиванием код. Окей, дальше. Уже больше деталей, больше элементов, все, опять же, повторяю, снято очень здорово, очень классно, да, то есть, очень детально, проработано, по свету, в принципе, неплохая композиция и так далее. Все, все очень здорово. Вот, но, опять же, уже более интересный, более предметный, но по-прежнему какая-то некая такая, да, такая холодца. А вот уже пошло что-то уже более такое, да, какой-то жир пошел, да, как любят говорить в интернете, уже пошла какая-то тема, которая интересная. Вот, что у нас здесь, да, получается, некое присутствие человека, кто-то шел, принес эти пончики, видите, они там выпали, есть старый кофейник такой, уже закопченый, да, есть кофе, есть пончики, уже захотелось пончика, да, съесть. Уже появляется какой-то вперед шаг, да. Или вот, да, уже где видно, что даже человек не только, там, приготовил кофе, он там, видите, какие-то у него есть предметы, а еще видно, что он попробовал печеньку, на переднем плане лежит, он не один, он два человека, есть некое полотенце, говорит о некой небрежности и так далее, то есть у нас появляется как раз, вот здесь как раз и откусили, Оксан, да, появляется некая история. И вот видите, да, как натюрморт начинает оживать, помните, как это, голос Мадроздова, и сейчас вы видите, как ня-ня такой, начинает оживать, вот, и вот он оживает и становится действительно более живым. То есть, намного фотографий, у которых очень технически высокий уровень, да, то есть, которые выполнены качественно, которые выполнены очень хорошо, хороший свет, хороший объем, хорошая детализация, но торкают не все. Почему, да, что происходит? Особенно с натюрмортами это особенно очень заметно. Смотрите, очень хорошая фотография, очень классная, фактуры переданы очень замечательно. То есть, вот, текстуры, которые прямо вот как вот руками потрогать, да, и прямо вот по-по-по-по-по-это сам, по-по-по-по-это сам, шевелить, да, вот виноград как натуральный, гранат как настоящий, дерево шуршащее, но все равно, да, некая такая присутствует пустота, да. То есть, вот эту фотографию можно очень хорошо, допустим, ей проиллюстрировать, не знаю, какую-нибудь там статью, да, или проиллюстрировать там какой-нибудь небольшой там рассказик и так далее. Очень хорошо. Это тоже, кстати, как иллюстрация хорошо выступает фотография. Апельсины, мандарины, чайник, объем, детали, хороший, все такое хорошо сочетающееся и так далее. Вот, но торкают и как бы вот вызывает большой интерес фотографию, вот, например, как вот Александр Синников, натюрморт, в котором присутствует некоторая жизнь, да, вот как раз заверните блинчик, именно, правильно, да, то есть помажьте вареньем и налейте мне молока. Вот, оно как раз, да, тех людей, которые еще не успел поесть, поужинать, вот это как раз прям такое вызывает слюноотделение, да, вот натюрморт, который работает, плюс, не только он работает, да, фиксней диеты, несите котлету, да, Елена, а не только вот этот момент, да, что есть хочется, но еще есть определенная история, то есть мы понимаем, кто это, мы понимаем, что это небогатые люди, там, они живут не очень там как-то роскошно, да, это какая-то деревенская, скорее всего, жизнь и так далее, то есть есть куча элементов, которые рассказывают огромное количество информации нам, казалось бы, в таком простом предмете, как натюрморт, тем более таким простым набором элементов, которые здесь есть, бидон, банка, стакан, все, тут немного деталей, но тем не менее вот это ценится. Есть более сложные какие-то материи, когда идут уже какие-то ассоциации, аллюзии и так далее, какие-то отсылки к творчеству, то есть это уже более сложные этапы, более какие-то продвинутые элементы, которые вот идут уже в какие-то высшие материи, в том числе, там, значит, отсылка к творчеству художников и так далее. Мы же пока находимся чуть менее на таком сложном уровне, чуть попроще уровень, вот, но и главное, что нужно понимать, да, что нам будет волновать, то есть какие натюрморты будут у людей считаться интересными, и какие они будут с удовольствием смотреть, и какие они будут себе сохранять на диск, чтобы потом как-то их использовать, да, или посмотреть еще раз там и так далее. Это, безусловно, те фотографии, которые выполнены на высоком техническом уровне, конечно же, где хорошо поработан объем сцены, объемность предметов, в частности, да, вся сцена, хорошее освещение, где будут хорошо видны, отлично, там, текстуры, фактуры, детали, подробности, все это очень здорово. Но главным образом зрителям будут интересны те натюрморты, где есть идея и существует история, которая рассказана через предметы. Вот что важно и что самое главное в натюрморте, то есть вот то, на что я как раз вас буду на занятиях натюрморт, постепенно подталкивать, подвигать, да, и то, чтобы вы могли создать фотографию, которая бы рассказывала через предметы определенные истории. То есть кто был за столом, кто эти люди, где они живут, как они там торопились, не торопились, успевали, не успевали, утром, вечером, ночью, как это все происходило. Вот говорящий натюрморт, рассказывающий историю, наиболее интересная, вот, и наиболее такая продвинутая вещь. Я еще раз напомню, основная задача нашего курса – научить человека делать работы такие, какие он хочет, не какие получились, а какие хочет, то есть какое-то целенаправленное совершить действие. Вот, ну, соответственно, целенаправленное действие – это когда вы сами подбираете предметы, расставляете, раскладываете и создаете историю, которая бы прозвучала, если человек взглянул на эти предметы, она бы прозвучала, и человек бы увидел и сказал, да, я все понял, кто все эти люди, что они хотят, зачем они, да, почему и так далее. То есть все это будет видно и сразу понятно. Вот, это то, что касается натюрморта. А вот все остальные моменты, да, там, по поводу, там, каких-то, может быть, там, высокой резкости, количество предметов на фотографии, да, и так далее, это все уже вторично. То есть будет ли это волна? Не будет, скорее всего, не будет никого. Четная, нечетная, по диагонали они стоят, или там, с применением каких-то правил, да, это вообще мало кого волнует. В теме пейзаж я хотел бы затронуть небольшой один элемент про особенности передачи объема. Да, вот очень часто говорят, что хорошо бы иметь пейзаж объемный, хорошо бы получить объемную картинку, хорошо бы получить глубокую картинку и так далее. Вот все-таки разные эпитеты и синонимы вот этой как раз объема их передачи. Да, то есть давайте посмотрим. Вообще, нужно сначала задать себе вопрос, вообще нужен ли объем в пейзаже? Это тоже, кстати, такой хороший вопрос, который стоит подумать на него самостоятельно, стоит прикинуть, да, вообще нужно ли он или нет. Есть пейзажные фотографии, которые выглядят довольно интересными, но при этом какой-то особенной глубиной или каким-то особенным объемом не отличаются. Ну, вот, например, вот эта фотография, она такая довольно плоская. Несмотря на то, что здесь есть всякие разные там холмы и перегибы и перевалки, если что-нибудь немножко даже сощурится, посмотреть немножко так прищур, да, то она будет сливаться в некое такое зеленое пятно, такую некую кашу, да, у нас будет получаться некая такая плоская. Хотя здесь, безусловно, объем присутствует. Но есть более плоские картинки, еще более плоская, да. Как раз любимая очень многими тема «Одинокого дерева». Это прямо вот в пейзаже она прослеживается. Есть две таких темы в пейзаже, которые неизменно в разном творчестве всплывают разных людей. Тема «Одинокого дерева» и тема «Лодочки на воде». Лодочки или корабля, или корабликов, или нескольких лодочек, да. Вот, но, как правило, какое-то судно, как правило, в одиночестве на воде. Это одна тема очень такая вечная, людей постоянно волнует и трогает. А вторая тема – это «Одинокое дерево». «Одинокое дерево», «Одинокий дом», вот, и так далее. Вот. А довольно плоская картинка. Но при этом хуже она от этого не становится. В ней есть настроение, в ней есть какая-то некая эмоция, одиночество такая, да, она как раз в бесконечных просторах. И там одинокий на этом бесконечном просторе растет какой-то дуб. Или вот тоже, в принципе, фотография не блещет каким-то объемом. В принципе, не блещет какой-то там страшной глубиной, там, передачей. Но, тем не менее, довольно интересно, потому что здесь, видите, получается некое такое противопоставление двух миров. То есть, есть мир надводный, есть мир подводный. Они очень классно смотрятся друг с другом, прямо сочетаясь через отражение, переходя один в другой. Очень интересная картинка, при этом, в общем, не обладает какой-то глубиной. Но силуэтные фотографии тоже довольно часто попадаются и довольно часто бывают, в том числе и в пейзажном жанре. Тоже она довольно плоская, получается, картинка. Не так уж объем здесь и важен, не так уж и не важен. Я уж молчу про одну из самых дорогих фотографий в истории человечества. Вот этот, как раз, видите, фотография, снимок Андрея Сгурский, Рейн-2, который был продан за 4,3 миллиона долларов в свое время на акционе Соббис. Который, в общем, довольно плоский, никаких здесь приемов увеличения глубины или передачи какой-то пространства здесь не было. То есть наоборот, да, какая-то плоскость, скорее такое, уныние, да, такое, линейное. Картинка получилась плоской, да, она получилась все-таки не глубокой. Да, и это не помешало быть этой фотографии популярной и интересной для многих людей. Вот, это вот, да, еще с горизонтом посередине. Да, есть много моментов. Ну, по поводу горизонта посередине, это некий такой миф, который присутствует. И он встречается довольно часто, он много где всплывает. По поводу пейзажа довольно часто говорят, что горизонт посередине. Но есть огромное количество пейзажей, где горизонт ровно посередине, при этом они прекрасны. Замечательно, я уж не говорю, да, про самую дорогую фотографию в истории человечества. Миф, который говорит о том, что нельзя горизонт посередине размещать, он вообще непонятно на что опирается. То есть у него нету никаких фундаментальных каких-то объяснений у этого мифа. Очень много фотографий присутствует мифов. Есть миф о золотом сечении, есть миф о правилах третей, это близкие темы. Есть миф как раз о размещении, о неразмещении горизонта посередине. Это некий такой, не имеющий никакого подтверждения, просто возникший непонятно откуда на пустом месте. Такой пересказ, который передается с уха на ухо, из мозга в мост. Тем не менее, пока никто не мог объяснить, откуда он взялся и вообще, почему он нужен. На эту тему очень хорошо Андрей Зигарник рассказывает. И не поленитесь, сходите, у него есть курс, как раз связанный с основами композиции. И там есть очень много информации на эту тему по поводу этих мифов, по поводу их происхождения очень часто. И в том числе по поводу того, что многие из них не имеют реальных оснований. На фотосайтах вот как раз эта самая проблема, про которую я говорил чуть раньше, я именно вам сообщал о том, что, к сожалению, на фотосайтах мнение, а не критика. То есть люди, которые очень часто обмениваются репликами на фотосайте, не обладают достаточным количеством знаний, чтобы как-то рассуждать на тему какой-то определенной фотографии. То есть они высказывают свое мнение, нравится, не нравится. Ну, может быть, они еще высказывают некие такие городские легенды, которые когда-то услышали, например, что нельзя размещать горизонт по серии. Они услышали и продолжают это высказывать. Ну ладно. Значит, какие приемы нам позволяют передать объем? Если он все-таки нужен. То есть я говорю, что это не обязательно. Есть задача, есть идея, где пейзаж может быть без объема. Ну окей. Давайте посмотрим по поводу, все-таки если хочется передать объем, то есть определенный набор приемов, именно технических приемов, которые позволяют вам передать объем больших сцен. С большими сценами, с пейзажем есть большая проблема. Большая сцена, большая проблема. Заключается она в том, что подсветить эту сцену мы не можем. То есть мы не можем сделать так, чтобы был какой-то красивый свет. Мы не можем самостоятельно это все сделать, но в результате мы вынуждены искать хороший свет. То есть ждать, пока солнце встанет как надо. Кстати, Зигарник абсолютно верный. Выложил книгу про мифы в композиции. Можно почитать ее. Скачайте, почитайте. Это очень полезная книга, которая как раз позволит, если человек умеет критически мыслить и думать, то прочтение этой книги позволит избавиться от многих как раз фотосайтовских мифов, которые там есть. Возвращаясь к пейзажу. Я хотел бы сказать, что свет это один из элементов передачи объема. Вот у нас есть гора. С одной стороны она освещена, с одной стороны свет, с другой стороны тень. И в результате мы получаем представление об объеме этой горы. То есть какая она, круглая, не круглая, с космом, не с космом, пологая, не пологая. Мы это получаем информацию исходя из света тени. Если света тени, мы получаем объем. То есть свет играет большую роль в пейзаже. Вот, соответственно, красиво освещенные картинки позволяют нам не только радоваться просто тому, какой красивый свет, а еще и понимать объем, да, вот какой объем у этой дюны, как вот она выглядит, вот так, или вот так, да, какой там. За счет того, что одна сторона светлая, с другой стороны темная. Это нужно дождаться определенного освещения. И, кстати, вопрос о дюнах. Многие работы, и вообще, понимаешь, тоже тема для размышлений, они имеют некие такие часто перекликающие. Помните, я говорил про кораблики, говорил про одинокие деревья, вот в том числе и дюны тоже бывает, перекликаются информация друг с другом как-то. Такое ощущение, что фотографы друг с другом разговаривают. А я вот так, а я вот так, а я вот, смотрите, вот так. Ну, тем не менее, к вопросу, да, свет у нас позволяет передать объем изображения, но это, в общем-то, ничего не нового, еще в натюрморке мы будем это изучать по поводу света, и в пейзаже эту практику, может быть, применим. Вторая тема, которая позволяет нам понять глубину и объем сцены, это геометрия, да, геометрические все эти вот вещи. Ну, это вот у нас перспективы, перспективные искажения, уходящие вдаль какие-то линии, уходящие предметы вдаль разномасштабные, да, какие-то направляющие линии, ну, геометрия, да, одним словом. То есть какие-то элементы, которые указывают нам ближе, дальше и так далее, да, вот показывают нам глубину сцены. Это второй способ передачи объема. Я сейчас не говорю про то, хорошие эти фотографии или плохие, мы сейчас это не обсуждаем. В данном случае просто пример того, как работает геометрия на передачу объема изображения. Есть определенные линии, которые создают у нас ощущение как раз глубины этой сцены, да, глубины какого-то размера на все это. Вот, ну, а на фотографиях они часто, фотографии, используются в снимках, да, не только в пейзажных, но в пейзажных во многом, потому что не всегда есть возможность дождаться хорошего света. Ну, нет света хорошего, ну, что поделать, да. Я приехал куда-то, к какой-то горе, там, не знаю, к какому-то месту, красивое место, прекрасное, но вот так, чтобы одна гора с одной стороны, в смысле, она была освещена с одной стороны, там, светом, а с другой стороны был тень, ну, нет. Тогда нужно работать, допустим, геометрией, да, такой способ. Еще один прием, это воздушная перспектива, так называемая воздушная, там была линейная, воздушная перспектива. Воздушная перспектива, это таким простым термином описывается дымка, да, самый простой вариант описания. Дымка, туман, это когда у нас ближние к нам объекты, контрастные, темные, а дальние, светлые, и все, все больше в дымку, да. И мы видим, как раз вот у нас получается, это ближе, а это дальше, а это еще дальше, а это еще дальше, и получается некий объем возникает у нас за счет воздушной перспективы, за счет уходящего вдаль вот этого как раз рассеяния, дымка и так далее. Вот, тоже позволяет передать нам объем, позволяет передать глубину, особенно на больших сценах, вот на каких-то, видите, да, уходящая такая дымка вдаль позволяет нам как раз показать большой масштаб этой сцены и какой-то размер и глубину. Ну и еще один прием, который позволяет нам передать объем, это у нас разноплановость. Разноплановость это, помните, на базовом курсе на основах фотографий я про это рассказываю, напомню, что это такое. Помните, книжки старые были. Открываешь книжку детскую, и там на переднем плане возникает такая вырезанная фигурка главного героя на печи едущего. У нас получается некое ощущение псевдообъема. И здесь то же самое. Мозгу задается дополнительная информация, которую он понимает, считывая, что вот есть передний план кораблик, средний план кусты, дальний план горы, и мы понимаем, что это объем. То есть есть ближний, средний, дальний план, вот эти разные планы. И у нас, получается, как в книжке эта раскладушка, открыли, получаем геометрик, получаем глубину, получаем объемные изображения. Разный план. Кораблики на переднем плане, кораблики на среднем, на дальнем, горы, домики и так далее. Но у нас получается некая такая разноплановость создает нам объем. Наличие переднего плана очень часто помогает нам построить глубину, с тем понятием глубину. Кстати, очень часто начинающие фотографы стараются от переднего плана избавиться. Очень часто бывает так, что на фотографиях, и при фотографировании они говорят, что ой, нет, не буду передним планом, зума мне мешает, отойду подальше, сдвинусь в сторону, как-нибудь переставлю фотоаппарат так, чтобы сразу был только дальний план и все. И тем самым теряют глубину, очень часто и объем. Ну и, разумеется, некая комбинация этих тоже, комбинирование приемов. Вот эти линейные, воздушные перспективы, видите, получается, и геометрия здесь работает, и туманная дымка такая работает на сюжет и так далее. Все работает. Разноплановость, там, передний, средний, дальний план и так далее. Все получается комбинированно вместе. Тут и перспективы, перспективные искажения, тут и уходящие вдаль вот это воздушные перспективы, тут и передний, средний, дальний план. Вот у нас получаются какие-то интересные работы. Это вот все, как можно комбинировать и как можно получать объемные изображения, касающиеся пейзажа. То есть вот эти моменты, если вы будете их использовать, то вы сможете передать объем. То есть вот мы говорим про некое пространство, которое сфотографировали, некую местность и говорим, вот я увидел что-то и дальше у вас уже идет тема. Я увидел что-то и хочу вам показать и хочу вам передать. Что вы хотите передать, что вы хотите показать. Помните, в контексте нашего курса важно именно, что у человека есть какая-то задача, он пытается воплотить. Он говорит, я увидел какое-то здоровенное поле железнодорожных путей, например, и хотел вам показать. Вот как показать здоровенность, да, как показать их, что их много, что их большое количество. Нужно выбрать определенный небольшой сегмент, но показать его так, чтобы была вот геометрия, которая уходила вдали, и при этом еще и было бы тот самый объем. Посмотрим. Вопросы, что здесь написали. Так, это у нас время вопросов. Итак, если предположить, я считаю, что основа фотографии знает, то на какие вопросы для себя должен ответить, на ваш взгляд, чтобы подтвердить, что я действительно знаю. Вы посмотрите, Богдан, посмотрите программу занятий, которая есть. Она есть на курсе, вы можете зайти на сайт, основа фотографии, на сайт и потом основа фотографии. Зайти, посмотреть, какие там изучаются. Если вы пробежитесь по темам и поймете, что темы, которые там обсуждаются, вам понятно, то в принципе, вы уже будете, вам будет это все ясно и понятно. Так, ну что, давайте двинемся дальше, посмотрим дальше следующий момент, который касается уже портретов. Мы будем и портреты изучать. То есть, еще раз напомню, задача этого курса попрактиковаться в определенных одинаковых условиях, которые есть у всех. Эти одинаковые условия обуславливаются тем, что я задаю какую-то одну информацию, на которую вы одинаково как-то можете реагировать, и получают одинаковые домашние задания в каком-то творческом порыве делать что-то. Но мы работаем в одном базисе, в одном каком-то информационном поле. Давайте поехали. Портрет посмотрим, как в этом контексте звучит. Ну, сейчас я буду выступать как капитан очевидности. Да, ничего, извините. Придется мне поработать как капитан очевидности, потому что есть определенные шаги, которые должны, на мой взгляд, всегда происходить, когда вы делаете какую-то портретную фотосессию. Но, к сожалению, очень часто, очень многие люди не обращают внимания. Я все равно их повторю, просто чтобы было понятно, что можно было вынести за скобки, и чтобы люди могли этими вопросами больше не задать. Я видел, да, ошибка, опечатка есть такая. Капитан очевидность. Давайте посмотрим. Первый момент, который, по идее, должен нас волновать, он, кстати, не первый, но первый сейчас по списку, имеет смысл делать кастинг моделей. Дело в том, что все люди разные, по-разному выглядят, по-разному реагируют, по-разному эмоции выражают, и это вполне объективная реальность. В кино это давно поняли, и поэтому в кинофильмах есть кастинг. Когда приглашают какого-то актера играть какую-то роль, занимается специальная команда, часто есть там прям даже директор по кастингу, человек, который отбирает актеров на какую-то определенную роль. Ну, то есть вот есть, допустим, прекрасный актер Дэнни Девитта, как вы знаете, невысокого роста, и такой кряжистый, и полноватый, и немолодой. И вот если попробовать сделать, допустим, его в качестве какого-то, не знаю, там, героя, супергероя, типа там Супермена, то в принципе можно снять, поскольку актер он великолепный, он сыграет эту роль, и будет у него получаться хороший Супермен, но это будет не тот Супермена, про которого мы знаем, про тот, который мы читали там в книжках, в комиксах, и то, что мы видели раньше, это будет совершенно другой Супермен. То есть другая какая-то история, другое прочтение, и скорее всего это не всем понравится, это будет какая-то история в бок. Поэтому его не приглашают на эти роли, его приглашают на какие-то другие роли. Вот, и это вполне нормальные явления, но почему-то фотографии, люди думают, что есть у меня кто-то, какой-то человек. Мы берем и вперед с песни, начинаем с этим человеком снимать все подряд. Это неправильно, потому что каждый принцип человека подходит подо что. Поэтому есть у вас какая-то задумка, подумайте, пройдет этот человек. То есть снимаете, например, грустную какую-то историю, лучше брать одного человека. Снимаете веселого, пригласите другого. Это очень важно, потому что очень тяжело, помимо того, что вы боретесь с аппаратурой, вы боретесь с настройками камеры, вы боретесь с моделью, вы боретесь с проблемами, которые возникают на съемочной площадке. Вы еще должны будете побороться с ее чертами характера, с какими-то объективными данными моментами. Это все, конечно, тяжело. Все. С этим работаю, да, поэтому облегчите жизнь, подберите конкретный типаж, который будет вам лучше подходить. Первый момент. Второй момент. Должна быть четкая договоренность о том, что вы будете снимать, что вы будете фотографировать. Четкое понимание, что должны будете фотографировать. Ну, взял такую картиночку, забавно как раз, да, иллюстрирую. Потому что очень часто бывает, что люди планируют что-то одно, а потом получается что-то другое, да, и есть какая-то одна тема, а потом начинается другая тема. Мало того, что эта другая тема будет совершенно в какую-то другую степь, и даже вообще, может быть, даже не предполагалось, что это будет снимать, это может быть еще и не то, что человек хотел бы устроить. Я не говорю про обнаженную натуру, в данном случае даже в эту тему я не хочу пока даже влезать, я просто хочу сказать, что некоторым людям что-то комфортно делать, а что-то некомфортно делать. Вот, например, там приходишь человек и говоришь, а ты можешь там изобразить, что ты там плачешь, а мне некомфортно, да, то есть я не хочу. Мне это не лежит душа, да, плакать там перед камерой, да, или там изображать какие-то эмоции. Я вот подурачиться, да, на ушах постоять, да, вот видите, получается такая вещь, что вы должны это запланировать и должны следовать четко этому плану, потому что если вы будете делать не по плану, то это приведет к тому, что у вас будет работа значительно усиливаться, и вам нужно будет бороться с техникой, бороться с сюжетом, еще бороться с моделью, которая не хочет делать то, что не запланировано, а делать то, что запланировано, вы уже от этого отходите. Да, поэтому вот момент, обратите на это внимание, да, то есть должна быть некая договоренность, то есть вы должны обсудить, если вы идете на улицу, то должно быть понятно, что идете на улицу, Значит, модель должна хорошо одеться, допустим, если холодно, зимой быть хорошо одетой. Если вы снимаете в помещение, то она должна быть хорошо раздета, ну и так далее. В эти моменты нужно заранее оговаривать, потому что очень часто это приводит к тому, что много сложностей возникает. Договаривайтесь с визажистами. Приглашайте визажистов, это очень полезные люди. Очень многие люди пренебрегают, они говорят, ну все равно девочка умеет хорошо краситься, у него все хорошо получится, вот и я не буду никого приглашать, это лишняя трата денег, сил, внимания и так далее. Вот очень часто такое происходит и напрасно. Визажисты выполняют сразу несколько задач, такие многоцелевые, хотелось бы сказать устройства, многоцелевые люди, которые очень здорово помогают фотографам. Вы даже не представляете, насколько это те люди, которые принимают весь основной удар на себя в плане психологической разгрузки. Дело в том, что люди, когда идут на работу, они не всегда оказываются в комфортных условиях. Ну то есть едут в автобусе, там на ногу наступили, поехали на своей собственной машине, там кто-то подрезал, нахамил. Плохое настроение, вчера поссорился там с молодым человеком, еще что-то, еще что-то и так далее. Куча проблем, куча моментов, помимо даже вот умрешь ретачить, помимо вот этих моментов, которые касаются ретуши, помимо вот просто психологических у человека, сложная у всех сложная жизнь, сложно нам какие-то вопросы решать. И в результате, если вы не приглашаете какого-то там визажиста, всестороннего человека, то вам придется вот эти все моменты с ними работать вначале, с моделью самостоятельно. То есть вам придется самим выслушать какой-то определенный набор, там как жизнь, как то, как все, какие-то настроения, какие-то дела. Вы будете этим заниматься, выслушанием, гуканьем, поддакиванием. Ну, да ты что, не может быть. А если у вас будет визажист, то пока она красит, пока работает, она все абсолютно верно, Оксана, она и разговорит модель. То есть вот они пообщаются, они все очень общительные, то есть я не видел необщительных визажистов, это, видимо, есть какая-то особенность, черта характера. Вот они очень общительные, они разговаривают, они объясняют, они там разминают человека. То есть происходит именно психологическое снятие первого такого неприятного стресса, который всегда у нас бывает. Неважно как, может быть, даже в очень хорошем настроении, все равно есть какие-то психологические барьеры, которые снимают визажиста. То есть это очень сильное подспорье. Зато там час-сорок минут, которые она красит, она как раз все обсудили там. Друзей, подруг, личные, неличные и так далее. Ну и правильно говоря, да, что потом еще ретушь вам потом не понадобится. То есть хороший визажист, он позволит сделать так, что у вас минимальная будет потом какая-то ретушь, при работе. Визажист, да, смотря какой, смотря на сколько и смотря на что, в Москве сейчас на простую фотосессию визажист стоит в районе трех тысяч рублей на визаж. Ну можно найти time for print, так называемый, да, то есть время за фотографии, то есть она вам накрасит, а вы дадите ей фотографии. Такое тоже бывает. Очень много таких начинающих визажистов, которым нужно портфолио, поэтому вы к ним можете обратиться и получить, в принципе, за фотографии труд визажиста. И многие из этих визажистов, кстати, очень хорошо работают, потому что им нужно набивать руку, и они стараются, они очень пытаются сделать хорошо. Поэтому вариантов очень много. Можно платить деньги, можно, соответственно, договариваться о каком-то взаимовыгодном сотрудничестве. Вот, и действительно, там, расходники, там, оплатить, это небольшая сумма. Ну и а к тому, что у людей у всех свои есть определенные особенности кожи, и визажист может спокойно, и там, и плюс особенности лица, которые может спокойно поправить. В результате у вас потом не будет проблем с ретушированием, и с объемом, и с выражением какой-то нужной вам красоты и так далее. Визажист очень сильно вам разгрузит эту работу. Вот. Рабочая атмосфера на съемках. Ну, реальная фотосессия в реальных условиях, она выглядит примерно так, на самом деле. Это еще не все люди, это только половина людей, которые присутствуют на съемочной площадке. Это фотограф, вот сейчас в красивой рубашке стоит, это заказчики, это представители агентства, ассистенты, вон там сзади модель выглядывает и так далее, и там подобное. То есть вот реально, на самом деле, это все куча народу в такой вот обычной фотосессии, да, и там, конечно, не забалуешь и сильно, конечно, не зарадуешься всяким разным вещам. Вот. Ну, поэтому с этим все понятно. Но в основном мы фотолюбители, мы как-то обычно бываем один на один, да. И когда мы один на один, когда мы там с красивыми моделями, особенно если модели вдруг красивые и обнаженные, вот, или там частично, или полностью, то хочется, конечно, как-то тусить, веселиться и какие-то устраивать веселые мероприятия, но нужно держать себя в руках, потому что модели очень тонко чувствуют. Причем, неважно, профессионально или не профессионально, они вот это тонко чувствуют, когда заканчивается фотография, когда начинается балаган. Вот, в любой степени балаган. Вот, когда он начинается, соответственно, уже никому это уже не так интересно, если, конечно, у модели нет к вам какого-то интереса, да, но это уже другая история, совершенно не про фотографии, а уже про какие-то личные отношения, да, и поэтому мы на сегодняшнем занятии это не будем рассматривать. Если вы хотите определенную, некую такую себе иметь репутацию нормального человека, если вы хотите, чтобы с вами сотрудничали все с большим удовольствием, если вы хотите, чтобы модели о вас отзывались хорошо, то нужно уметь поддерживать на съемочной площадке нормальную, хорошую рабочую атмосферу, без всяких разных излишеств, без какой-то ерунды, а именно целенаправленно то, что должно быть по задаче. Ну и работа над образом, это, конечно, тоже очень важный момент, но тут уже отдельно нужно много чего говорить, да, поэтому это все уже скорее на занятии, просто конкретно какие-то отдельные моменты. Работа над образом стоит в том, что вы должны будете двигать модель, лепить из нее, как из пластилина, то, что вам нужно. То есть вы должны будете работать с ней в том плане, что в портретной фотографии работает фотограф как режиссер, как скульптор, который из глины лепит, как режиссер. Вот он им прямо задает и говорит, что должна сделать то-то, должна сделать это, смотри туда, не смотри туда. Может быть нужно создать какое-то определенное настроение, может быть музыку на съемочной площадке, может быть какие-то рассказать истории и так далее. То есть вот это работа над образом, и пока вы не получите нужный результат. То есть вы работаете в этом направлении, вы просите, а если так, а если вот так, а если давайте попробуем вот так. А теперь ты попробуй это сделать, теперь вот это попробуй сделать, да, чтобы получить потом тот кадр, который нужен в результате. Но все это возможно, вот все, что я говорил сейчас раньше, при одном важном, большом условии, когда вы все заранее представляете себе, что хотите получить. В портретной фотографии вот это крайне важный момент, да, то есть, если вы там, допустим, сели снимать, не знаю, там, пейзаж вышли, да, снимать, вот может быть просто удача. Вы вышли, класс, красиво, классная местность, очень хочется поделиться, рассказать. С пейзажем все понятно, да, там, с натюрмортом можно не иметь какой-то особенной цели, там, какой-то, да, там, задумки, есть какая-то некая идея, ну, и ее нужно двигаться вперед. А вот с портретной фотографии, это получается как фильм без сценария. Фильм без сценария снимать невозможно, нереально. Будет какая-то ерунда получаться, будет получаться фигня, вот, и вы потом увидите то, что они-то будут либо однообразные фотографии на одну какую-то тему, либо они будут совершенно безвольны, в том плане, что модель будет делать сама, что хочет. Если у нее есть какой-то талант, дар, умение, то она, конечно, будет в этом направлении. Вытягивайте хорошо. Если этого таланта и дара нет, то будет получаться ерунда, будет получаться плохо. Поэтому продумайте заранее идею. И при этом еще многие фотографы, когда делают портретные, серьезные портретные съемки, они делают некие эскизы, наброски. Какие-то такие предварительные, может быть, записи, да, то есть, может быть, словами кому-то нравится больше написать, да, какие-то определенные, некий микро-мини-сценарий, да, такой, что кто происходит, что делает, дело происходит там-то и там-то и там-то, делает то-то и то-то и то-то, и, по идее, должно получиться то-то и то-то и то-то. Вот можно так написать, можно делать картиночки небольшие. Да бог с ним, если вы не умеете так рисовать, ну, в конце концов, вот, пожалуйста, это вполне профессиональная раскадровка, сделанная продвинутыми людьми для, правда, для рекламного ролика, но это не важно. Если вы даже вот так будете какие-то делать зарисовки, то очень многое вам будет понятно. То есть, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, ничего страшного, не умеете хорошо рисовать, делайте почеркушки на салфетках, это нормальное явление, даже если так, вы очень много поймете даже вот из этих почеркушек. То есть, попробуйте нарисовать какую-то вот простую какую-то вещь, вам будет понятно, что, например, вот к вашей идее, к вашей задумке вот такое положение героя не годится. Значит, вы уже не будете на съемочной площадке вот так ставить, а будете уже ставить как вам нужно и плясать от той печки, от которой нужно. Это сильно сэкономит вам время. Во-первых. Во-вторых, наличие некой такой подготовки будет приводить к тому, что вы будете работать целенаправленно. То есть, не будете тратить время на всякую ерунду. А ерунда это именно там придумать, что же мы сейчас будем делать, и модель такая стоит, ну чего я должна дальше делать. А ты такой на ходу думаешь, что-что-что-что-что-то. А вот сядь сюда, а вот посмотри туда. А у тебя есть сигарета? Не, я не курю. О, блин, ну ладно. Жалко. А если бы ты курил, было бы классно, да, то есть. И так далее, и тому подобное. Все это очень здорово, но сильно отнимает время и, конечно, очень сильно подрезает крылья творчества. Поэтому заранее должно быть продумано эти моменты, прикинуть, да, в голове хотя бы у себя. Ну, лучше не в голове, потому что, как показывает практика, в голове все очень здорово, а потом, когда нарисуешь пару картиночек, уже все не так. Вот поэтому портрет, он такой более, видите, технологичный. Он как кино, воспринимайте его как кино, причем как художественное кино. На прошлом занятии вышла дискуссия такая довольно интересная. Один из участников, слушателей вот прошлого курса, он сказал, что ну вот там есть великие мастера, я не вижу там какой-то постановки, я открыл просто работу Ричарда Аведона, если можете посмотреть, его работает очень известный такой фотограф. Вот, и там они, в принципе, очень-очень даже кинематографичные, но очень многие из его фотографий похожи на какие-то кадры из фильма, которые вот вроде бы смотрел, вроде не смотрел, да, очень классно. Можно на чужих примерах делать сценарий, абсолютно верно. Это не важно, на чем вы будете. Соберете калаш, ну, соберите отлично, да, там на чужих фото, прекрасно. Это абсолютно не важно. Мало того, брать чужие работы в качестве основы для работы, это нормально, нет ничего в этом плохого, нет ничего в этом зазорного. Есть очень много фотографов, которые начинали и продолжают так тоже работать, когда они берут чужие фотографии и пытаются их повторить. Повторить однозначно и полноценно у вас не получится, потому что выяснится, что вот это не так, это не то, вот так не стоит, здесь не смотрится, тут не лежит. Вот, и повторить полностью фотографию какую-то чужую не получится. Куча факторов, которые не позволят. Но в момент, пока вы пытаетесь повторить, у вас будет работать мысль, и вы будете получать свой уже результат самостоятельно, который будет уже с вашим собственным опытом связан. Вот, вы будете получать нужный результат. Вот, поэтому повторение чужих работ – это хорошая тема. Я уж не говорю о том, что собрать калашик прекрасно, неважно из чего. Как я уже говорил, а умеете хорошо нарисовать, нарисуйте. Не умеете хорошо рисовать, сделайте палка-палка огуречек. Вот, неважно. Но вот это нужно делать, нужно прикидывать, нужно представлять, потому что иначе вы будете заниматься непонятной чем. Следующий момент, который тоже не стоит забывать, это формальности модели релиза. Потому что очень многим людям, ну, так получалось, что куча потраченных сил, сил работы, внимания, затрат и так далее, на модель, на визажиста. Неважно, что вы их денег не платили, вы потратили свое время, вы потратили там, отдали им фотографию, обработку. А потом модель говорит, ой, я все передумала, я не очень красиво получилось, все очень плохо. Убери, пожалуйста, эту фотографию. У меня там новый бэйфренд, он не любит, чтобы я фотографировался. Тыр-пыр-восемь дыр. Все. Это очень сложно. Потом будет терять очень обидно и очень плохо. Как вы договоритесь? На самом деле, как вы договоритесь, заполнять конкретную форму нет никакой необходимости. С точки зрения российского законодательства, вы можете написать вот этот модельный релиз, это договор. Это простой устный флор. Можно в устный, да? В устный просто требует доказательств. Письменный. В простой письменной форме я такая-то, такая-то, разрешаю фотографу в таком-то, таком-то делать фотографию то-то, то-то и то-то, просто от себя, перечислив максимальное количество реквизитов. В русском можно так. В английском модельный релиз, он имеет свои собственные какие-то параметры, потому что в основном это идет заготовки из разных фотостоков, сайтов, и там у них каждое свое, поэтому если работаете с стоковыми сайтами, то фотобанками, да, то прямо скачивайте готовую форму и уже по ней, по инструкции следуйте. Слова к делу очень даже пришьешь, потому что российское законодательство рассматривает простой устный договор так же, как и обычную форму договора. То есть я, например, простым устным договором могу продать, например, фотоаппарат кому-то, да, прийти и сказать, я вот продаю тебе камеру, ты мне деньги, я тебе фотоаппарат. Или наоборот, да, то есть поэтому это договор обычный, да, и суд вполне рассматривает эти дела, но другой вопрос, что зачем возиться с этим, когда есть бумажка, а бумажка с ней все гораздо проще и легче. То есть не стесняйтесь это подписывать, объясняйте моделям, какой труд вы потратили. Вы говорите, я вот нарисовал эскизы, сделал задумку, я пригласил визажиста, я договорился с ним, я договорился о локации, о месте, да, я тебя пригласил, потому что провел там внутренний кастинг, я выбрал тебя как модель, которая работает там с моими идеями. Вот, мы вместе много работали, мы там снимали, потом я обрабатывал, и вот в результате получился снимок, поэтому мне обязательно нужно, чтобы была бумажка, потому что я не хочу, чтобы этот труд пропал даром. Вот, все очень просто и понятно, люди адекватно это понимают и без проблем все это подписывают. Следующая тема – это жанр, жанровая фотография. Ну, тут мы поговорим про юридическую сторону вопроса, кого можно снимать, кого нельзя снимать. На предыдущем обзорном занятии я рассказывал про то, как снимать незнакомых людей, про это говорил, а здесь я поговорю про то, что за это будет, если снимать незнакомых людей. Ну, начнем с самого главного, это наша конституция, пока еще не отмененная, слава богу, хотя, в общем-то, на самом деле уже наладан дышит, надо сказать. Вот есть в этой конституции 29-я статья, которая позволяет нам, дает нам право свободно искать, получать и передавать информацию любым законным способом. То есть, это статья, которая гарантирует нам возможность фотографировать все подряд то, что мы видим и то, что мы хотим фотографировать везде, где мы хотим, где это разрешено законом, да, то есть, общедоступное место, общедоступная информация. Ну, то есть, вот если к вам кто-то подходит и говорит здесь снимать нельзя, то нужно уточнить, а почему? Да, то есть, вы у него спрашиваете у этого человека, а почему нельзя снимать на вокзале? Вот, если он, допустим, говорит, это режимный объект, то это все ерунда, потому что вокзал никакой не режимный объект. Для того, чтобы он был режимным, нужно было, чтобы там была проходная система, и он был отнесен забором, так, чтобы заглянуть туда, забор был нелегом. Пропуска, КПП, база вот этих пропусков и так далее, все это введение, там есть определенные требования к режимным объектам, они перечислены в законе о гостайне, и никакие открытые объекты, которые в свободном доступе, не могут являться вот этими режимными объектами. Метро тоже можно снимать, и даже в правилах последние лет пять в московском метро прямо написано, что фотографировать можно, видео требует дополнительной согласования с администрацией метро, и снимать можно с рук, без штатива и без вспышки. Это важный оговор, который тоже в правилах написан, но они вполне закономерны. То есть нет никаких проблем здесь, действительно, штатив может помешать проходу людей, а вспышка может кого-то ослепить и кто-то так далее. А это вот то, что касается статьи вот этой 29, это такой основополагающий гарант. Ну и теперь несколько случаев. Например, фотографировать человека без его согласия, нарушает ли вы право на его собственное изображение или нет. У нас есть гражданский кодекс, и он как раз регламентирует вот эти вопросы, в том числе статья 152, часть 1, она как раз оговаривает, что на самом деле нет запрета на фотографирование. Если переводить простым русским языком, говорит, что запретить фотографировать нельзя, то есть вот человек, который говорит, не фотографируй меня, он с таким же успехом мог бы сказать, не смотри на меня. То есть это просьба такая. Вы можете эту просьбу выполнить, а можете не выполнить. Это ваше личное право. Ну помните, что у нас в России, к сожалению, законы это отдельно, практика это отдельно, и кто сильнее, тот того и съел. То есть вот этот просто нужно из головы не выпускать, а я сейчас про законы говорю. То есть запрет на фотографирование, он вообще невозможен. Есть запрет на обнародование и на публикацию изображения, то есть показать получившуюся картинку, вот тут есть ограничение, чтобы показывать ее. Ну вот, есть исключение из вот этой статьи. Статья говорит о том, что каждый гражданин имеет право разрешать или не разрешать публиковать свое собственное изображение, но из этого права есть исключение. Самое интересное нам и самое нужное нам, это вот, соответственно, если оно сделано в общественном или публичном месте, да, и изображенное лицо не является основным объектом. То есть если мы кого-то сфотографировали, и там помимо него есть что-то еще на этой фотографии, то человек не имеет права запретить публиковать эту снимку. Это вот то, что касается. То есть по идее, если вы сделаете такую фотографию, например, вам не нужно будет спрашивать разрешение у этого человека, который идет там одиноко, бредет внизу. Не нужно к нему подходить. И даже если он возмутится и скажет, типа, нет, не надо меня фотографировать, я тебе запрещаю, но он по закону, по-российски не имеет права. Если вы делаете такую фотографию, например, это тоже вам не нужно спрашивать разрешение у этого человека. Так он не является основным изображением, он как бы является одним из элементов этого изображения. Чайки, море, пропет, человек. Вот. Самое интересное, что по букве закона, если вы сфотографировали двух или там более людей, то же самое, по идее, вы не обязаны спрашивать у них разрешение. То есть если вы сфотографировали одного человека крупно, даже на улице, допустим, вот этого дяденьку сфотографировали отдельно, да, то вы должны будете у него спросить разрешение на публикацию, а можно ли я эту фотографию кому-нибудь покажу или там где-нибудь размещу, а он может сказать можно или может сказать нет, да, или если он вдруг обнаружит эту фотографию, то он может сказать, я не давал право на размещение моей фотографии, вот, поэтому уберите срочно, я подам на вас суд. Вот. А если вы двух людей сфотографировали, то с точки зрения буквы закона получается интересный такой парадокс, и вот вроде как бы уже он не является основным объектом, каждый из них по отдельности сам по себе. вот, даже если они муж и жена, то это никак не решает этой проблемой, да, потому что все равно по закону ни один из них не является основным объектом, и в результате ни один из них не может запретить. Вот. Фотоартисты на улице подпадают, равно как в кафе, ресторане, подпадают под определение новгосударственных, общественных или иных публичных интересов. Собственно говоря, поэтому парадцы не обязаны спрашивать у артистов, у политиков, у известных людей, не обязаны спрашивать разрешение, и в газетах мы видим эти фотографии. Когда кто-то, где-то, чего-то там и так далее, уже дальше по списку, что происходит. Нарушаете ли вы неприкосновенность его частной жизни, да, то есть вмешиваетесь вы в личную жизнь или нет, ну, если говорить простыми словами, то простой ответ – нет. Да, если человек вышел на улицу и делает там что-то, что может нарушить его личную жизнь, то он не должен этого просто делать и все. Фотограф не виноват, что если человек вышел на улицу и делает что-то такое, да, что он, по идее, делать не должен, например, там, гуляет по улице с любовницей, хотя он женат, допустим, да, и в результате его кто-то фотографировал, запалил за этим делом, и он там вынужден был развестись, и все пошло плохо, да, то есть в данном случае фотограф не виноват. Виноват тот человек, который делал вот эти вещи, да. Вот, и вот тут в качестве примера проведен там снимок с курением, да, красавица была застигнута за курением, вот и попыталась фотографа отсудить, но ничего не вышло. Вот, фотограф не нарушает личную жизнь. Если вы курите на улице и об этом никто не знает, то сами себе злобные буратины. Вот, что в Европах и вообще в других странах, это нужно уточнять у юристов, которые специализируются на праве этих других стран, потому что законодательства, естественно, различаются, вот есть тонкость, есть нюансы, и всех стран я не могу знать, законодательства нужно выяснять. Там могут быть отличия. То есть если люди, которые на улице чем-то занимаются, и потом они начинают возбухать, что это наша личная жизнь, и в нее влез, ну это, в общем, их проблемы. Да, по идее, если они на улице в свободном доступе занимаются, то это не от вас, не вам зависит. Вам не нужно спрашивать о разрешении, например, на публикации этой фотографии. Очень известный снимок, в свое время он надел много шума, это, по-моему, в Турции было снято, если мне память не изменяет, когда вот эти вот были все народные, у них там гуляния, вот. А может быть и нет, могу и ошибаться. Но в том плане, что люди занимаются чем-то в свободном посещении мест, да, и вот если они чем-то занимаются, то в данном случае это их проблемы, а вмешательство в личную жизнь фотограф никакой не осуществляет. Отдельно, кстати, по поводу полиции, всяких разных других силовых ведомств, можно ли их снимать или нельзя. Краткий ответ, снимать полицейских при исполнении других разных можно, потому что у нас по закону о полиции и по закону о многих других таких силовых ведомствах связано с тем, что наблюдение за их деятельностью разрешено и приветствуется, это простыми словами я перевожу, все, что здесь написано. Вот, и поэтому запретить полицейские снимать себя не может, не имеет права. И гаишников, вот тут внизу как раз про ГИБДД, про ГИБДД написано, да. Приказ этот никто не отменял, номер 2, в смысле номер 158, с 85, что ж такое-то. А 2 марта 2009 года никто его не отменял, этот марта, в смысле приказ, да, он по-прежнему работает, и он не должен препятствовать сотрудник использованию видео и звукозаписывающей аппаратуры. Мало того, что сейчас гаишники сами снимают очень часто, чтобы не было никаких провокаций, ну, по крайней мере, в Москве довольно часто. Самое интересное, что относительно недавно мои коллеги, которые занимаются журналистикой, блогерством, спрашивали по поводу ФСО, направляли запрос, и ФСО ответило, что можно сотрудников снимать при исполнении обязанностей. Вот, по поводу охраняемых объектов я не знаю, не могу сказать. Тут нужно уже смотреть, нужно изучать. Вокзалы, железную дорогу, пожалуйста, снимайте сколько угодно. Вокзалы не могут быть никакими закрытыми объектами, железная дорога и мосты и всякие разные. Все, что открыто, все, чего вы можете увидеть своими собственными глазами, подойти и потрогать, не знаю, там, зайти куда-то, да, где нету глухих заборов, там, 5 метров высотой, где нету пропускной системы, все можно снимать. Таможня нет. Таможня нельзя. В таможне есть свои правила, свои ограничения, есть определенные, действительно, запреты на фотографирование, есть прям, нет, целый перечень мест, где нельзя фотографировать. Вот, например, нельзя в исправительных учреждениях, нельзя в судах без разрешения, нельзя где-нибудь еще фотографировать, да, там, есть прям военные части, да, есть прям написано очень много. У меня было, я в свое время статью перепечатывал, вот, где можно снимать, где нельзя снимать, там, в принципе, можно найти. Внутри ТЦ, снаружи ТЦ тоже можно снимать, вот сейчас по поводу милиционеров, то есть можно их снимать и по полиции, и при исполнении, правда надо сказать, что они очень, конечно, застенчивые ребята, сколько раз я не был на всяких разных мероприятиях, они очень старательно отворачиваются и скрывают свои лица, очень им стыдно и неприятно, когда их фотографируют, вот, прям очень такие, удивительно застенчивые, они такие бравые, крутые, такие накаченные в спецоборудовании, там у них все это, шлемы, и прочее, а когда ты поднимаешь на них фотоаппарат, вот прямо сейчас вот, раз сразу, раз и такие, ой, не надо, пожалуйста, да, вот, как бы такие дела делать они гораздо, да, там, а вот, да, и в том числе такие тоже можно делать, кадры общества, но это, понятное дело, что это не настоящая, это постановка, это арт-группа «Синие носы» делала такую вот провокационную работу, вот, и она до сих пор по интернету ходит, то есть не нарушаете вы частную жизнь их, вот, и в том числе и личную жизнь, вот, по поводу частной собственности, может ли собственник устанавливать на своей территории любые ограничения, любые нет, вот этот момент, да, то, что касается, можно ли снимать в торговых центрах, в кафе, в ресторанах и так далее, то есть можно снимать, потому что они говорят о том, что собственник вправе совершать 4,8 тыр, то есть устанавливать свои собственные правила, но они забывают то, что они не должны противоречить закону или иным правовым актам, да, вот этот момент, да, что у нас есть конституция, которая главенствует над всеми остальными, и поэтому конституция разрешает вам фотографировать, собирать информацию, как вам больше нравится, и поэтому, если даже внутри торгового центра кто-то установит свои правила, что нельзя снимать, то это будет противозаконно, можно снять чей-то дом и потом его опубликовать, абсолютно верно, можно снять чужой дом, можно снять чужую машину, можно снимать чужие торговые центры, потому что нет в законе никакого запрета на публикацию, на фотографирование чужой частной собственности. Брать деньги за съемку, смотря что, в музее это навязанная услуга, то есть когда у вас в музее требуют дополнительные деньги за фотосессию, например, да, то есть вот заходи, это билет одна стоимость, а заходи с фотоаппаратом, это другая стоимость, вот, в музее это навязанная услуга. С точки зрения законодательства рассматривается просто как будто с вас хотят что-то еще содрать дополнительно, потому что запрета на фотографирование в музее у нас нет, вот, если там разрешена фотография, разрешено фотографирование, есть определенные связанные с авторскими правами, могут быть сложности, но обычно в музеях разрешено, вот, соответственно, если берут деньги, то это просто можно подавать в суд на людей за навязанную услугу. Ну и люди подавали в суд и выигрывали. Другой вопрос, что судиться долго и муторно. Вот, то есть можно снимать в кафе, можно снимать в ресторанах, можно фотографировать в торговых центрах, да, и вы не должны спрашивать разрешения у владельцев, да, и так далее. Нет необходимости общаться с пресс-центром, это некие свои собственные, они придумывают какие-то правила, которые они вольны придумывать, конечно, а вы вольны их не использовать, вы вольны их не использовать. Игнорировать. Равно как и в торговом центре, например, могут ввести правила, что все, кто заходит, должны снять обувь и пойти дальше босиком. С точки зрения закона, это неправомерное требование, да, и вы можете его выполнить, да, конечно, можете снять обувь и пойти босиком дальше, отравив свои кроссовки там в камере хранения, а можете, в общем-то, вот. По поводу аэропортов уже сказать не могу, в принципе, в зале прилета, по идее, нет никаких ограничений, на эту тему не слышал. А вот уже то, что касается разных таможен, пропускных пунктов, взлетной полосы, я уже не могу сказать. Вот, это вот у меня информации нет, что там можно, нельзя, но пока запретов я никаких не видел на фотографировании в аэропорту. Вот, ну и давайте в заключение мы поговорим немножко про жанр ню, который, как я уже говорил, он будет немножко отдельно. На этом курсе его не будет, у нас, ну, то есть в том плане, что если вы захотите, у нас будет целое занятие, посвященное дополнительным темам, в том числе я немножко расскажу про ню и про многие другие жанры, про другие моменты. Про них обязательно расскажу, вот, но если вы будете что-то снимать в этом жанре, то мы это будем разбирать, мы это будем смотреть, да, на дополнительном пятом занятии. У нас есть любые жанры, какие вы хотите, вы можете сделать снимки в любом направлении, то есть такая свободная тема. Вот, и если вам это захочется, то вы можете это делать, вот, но специально мы на эту тему говорить не будем, потому что этому будет посвящен отдельный курс, где мы все вопросы, касающиеся, ну, вот этих всех моментов, будем обсуждать на съемку обнаженной натуры. Курс будет отдельно сделан. Вот, потому что нужно все это организовать так, чтобы у нас не было никаких претензий, ни у кого не было никаких претензий в плане того, что показывать, что не показывать, там, что может, что нельзя, там, запреты и так далее. Есть законодательство, мы тоже ему хотим, соответственно, да, будет, не проговорился, абсолютно точно там анонсировал, будет курс по ню, по съемке обнаженной натуры. Вот, соответственно, какие здесь моменты? Значит, первый момент, очень часто задаваемый вопрос, который я часто задаю, то есть спрашиваю, да, как, как раздеть девушку, подразумевается, если она того не хочет. Вот, я хочу снимать модель в обнаженном виде, она согласна позировать, но не согласна раздеваться, да, например. Вот, как раздеть девушку в этой ситуации? Обычно правильный, самый главный ответ, это никак. То есть, никак нельзя раздеть девушку, потому что, если человек не хочет раздеваться, там, девушку, юношу, кстати, не важно, да, в данном случае девушка почему-то, да. Вот. Не важно, если человек не хочет раздеваться, то его нельзя. Если у него, у человека есть какие-то сомнения, если у него есть, вроде как, желание, но есть какие-то вопросы, которые в голове есть, вроде да, да вроде нет, да вот я вроде хочу, не помешает ли это моей репутации и так далее. То тут, конечно, да, вопрос уже, там, человек может уговорить, а потом модель может передумать, да, например, или там, начаться какие-то колебания и какие-то, там, разброты, шатания. Вот. То есть, в данном случае, конечно, могут быть варианты уже, когда есть некая склонность к этому. Если у человека нет никакой склонности, то есть, он знает, что я не хочу, то все, никак не уговорить. Нет никаких механизмов, нет никаких способов. А теперь, зачем люди все-таки фотографируют? Зачем они снимаются в этом жанре, в этом направлении? Ну, первое, это меркантильный интерес, большинство моделей зарабатывают этим деньги. Это нормальное явление, то есть, нет ничего в этом такого постыдного, в этом нет ничего плохого, это никак не связано с половой распущенностью, вообще, да, вещи не связаны, совершенно параллельные, то есть, человек может быть очень воздержанным, да, но при этом фотографироваться обнаженным, и может наоборот, ни разу не сниматься в обнаженном виде, но быть очень распущенным. Поэтому никак, это не связанные вещи, вот, и платить за деньги, за деньги приглашать модели. Кстати, с точки зрения обучения, с точки зрения, если вас интересует этот жанр, это направление, это самый простой, самый правильный путь, потому что он избавляет сразу от многих вас моментов, да, то есть, к вопросу, там, о, там, договориться, объяснить, что ты хочешь снимать, там, объяснить, что тебе нужно, зачем это нужно, да, все эти бумаги, с профессионалом все значительно проще. Ты говоришь, хочу то-то, то-то и то-то, сколько будет стоить? Он говорит, вот сколько-то, все, вперед, заплатил и дальше делаешь с этими фотографиями, что хочешь. Не нужно подписывать отдельные модели релиз, потому что, опять же, по российскому законодательству, если человек получил деньги, оплату за труд, он не имеет права претендовать на свои изображения, в том плане, что не имеет права возражать, убери, не убери, поставь, не поставь, это уже нет. Не в его праве. С западными банками, опять же, с западной публикацией нужно договариваться, все-таки модельный релиз там нужен, вот, а в российском нет. Вот, ну и, соответственно, многие модели действительно этим зарабатывают, причем я так скажу, что на российском рынке это практически единственный способ заработка моделей. То есть все остальные способы, там, сниматься в каких-то других, это все такой приносит доход очень-очень нерегулярный и очень мал этот доход. Вот, а фотографирование в обнаженном виде, оно, в принципе, довольно стабильный, приносит доход. Ну, для начала, Константин, если вы просто модели объясните ситуацию, хотя бы с точки зрения закона, то, как правило, у них просто даже не возникает вопрос на тему того, что я хочу, чтобы эта фотография была не опубликована потом, да, то есть вот, потому что вы заранее перед съемкой даже просто объяснили, да, вот этого уже бывает в 90% случаев хватает. Если вы считаете, что человек какой-то очень странный, да, то вот можно расписку, можно в том числе, кстати, и написать в свободной форме тот самый модельный релиз договор, да, в котором будет просто прописано в свободной форме. Я то-то-то за такие-то деньги позировал, да, получил то-то-то-то, вот так далее. То есть деньги, на самом деле, очень простой способ решить этот вопрос. И тем, кто начинает фотографировать или тем, кто интересуется этим жанром, я рекомендую вот этот момент. Нет ничего в этом зазорного. Это нормальное облегчение себе очень серьезное, многих проблем и многих вообще головных болей. По-разному они стоят. Вконтакте может найти, в принципе, начинается стоимость где-то в районе 2000 рублей за час позирования модели. А там дальше уже выше только звезды и бесконечно уходит позирование. Но надо сказать, что стоимость от качества модели не сильно зависит. То есть в том плане, что могут быть очень хорошие девочки сниматься там за небольшие деньги, а могут какие-то лоходеры сниматься, ну так, условно говоря, не в обиду будет сказано, а просто, да, какие-то не очень хорошо, не очень профессионально подходящие к своей работе. Женщины могут сниматься за большие деньги. Это не связано. К сожалению, на российском рынке нет четкой такой корреляции между стоимостью и полученным результатом. Вот. Это первый момент. Второй момент. Очень многие девушки хотят себя почувствовать, и не только девушки, и юноши тоже, да, привлекательными и сексуальными. Как правило, это съемки все-таки для себя. Для себя и для каких-то своих целей, для внутренних каких-то целей. Ну, то есть такое очень часто бывает. Особенно сейчас в наш век социальных сетей, когда все друг с другом связано, и все вещи взаимосвязаны, вот они, конечно, очень людей многих греют, потому что, ну, хочется выглядеть красивой, хочется выглядеть, там, красивым, сексуальным, да, там, прекрасным, замечательным, вот, и получить кучу лайков, получить кучу одобрения, а дальше уже начинается, да, получить кучу лайков лучше, если будет какой-то еще сексуальный подтекст, если девушка будет, там, юноша выглядеть красивой, если они будут выглядеть привлекательной, это даст дополнительные очки, Но тем самым та самая привлекательность, сексуальность будет подтверждена. Поэтому очень многие люди, кстати, подсаживаются на эту тему и очень многие приходят неоднократно к фотографу и платят ему деньги за работу, потому что нанимают уже тогда того, кто ему нравится. Тому, кто выполняет лучшую работу, нанимает фотограф и тем самым поднимает какую-то свою самооценку и как-то получает дополнительный бонус от этого. Еще один момент, который тоже довольно часто встречается, это некое преодоление внутренних комплексов. То есть у многих людей, у всех, у вас, у меня, я уверен, есть некие такие свои комплексы, что-то нравится в себе, что-то не нравится, как-то мы себя находим привлекательным, в чем-то не очень и так далее и тому подобное. Ну и то же самое есть у девушек, у красивых, у не у красивых, у всех. Есть свои какие-то комплексы, есть какие-то свои тараканы, загоны. И очень многие люди приходят к выводу, что с этими комплексами нужно каким-то образом бороться. И вот один из способов бороться с этим, это преодоление внутренних комплексов, это заказать фотосессию или пойти на фотосессию какую-то, где бы с этими комплексами можно было бы побороться. Вот, и очень часто происходит так, что многие люди в возрасте начинают вот с этими комплексами бороться, да, потому что в юношке как-то с ними не очень, да, не страшно. Есть, есть, ну и ладно. Ну, тогда с возрастом осознают люди и понимают, что надо бы все-таки это искоренить. То есть человек все время думал, что я не очень какая-то привлекательная, что-то у меня не так. А потом хоп, сфотографировалась, получила кучу каких-то лесных оценок, допустим, от фотографа и там от тех людей, которые результат увидели. И он сказал, да нет, вроде ничего, все нормально, все у меня хорошо, все здорово, и комплекс оказывается преодолен. То есть вот этот момент очень часто многих людей толкает на фотографирование. Еще раз повторюсь, очень часто бывает уже в каком-то таком приличном месте. Но самое главное и самое важное, и то, что нас интересует, и то, что нас волнует, это желание принять участие в неком творческом проекте. То есть желание самовыразиться через участие в творческом процессе. Это наиболее интересное для нас, потому что это получается некий симбиоз. То есть получается некое такое совместное творчество, которое дает очень порой интересные результаты. Причем это бывает как в обнаженной натуре, так и в портрете, так и в каких-то других направлениях. Вот этот вот результат самый лучший. То есть в данном случае модель работает как полноценный соавтор. Она очень часто генерирует какие-то идеи, она очень часто придумывает то, что вот я бы хотела бы то-то, то-то и то-то. Или там добавляет что-то, фотограф говорит, а я хочу вот это, а соответственно модель говорит, а у меня для этого есть вот эти вещи, смотри вот это. То есть вот человек начинает работать в такой синергии, получается, совместно. Они, получается, дают свой результат гораздо круче, гораздо интереснее. То есть участие в каких-то творческих проектах, это самое интересное. Ну и соответственно вот этот момент очень многих людей толкает, даже в тех случаях, если человек не готов был изначально позировать в обнаженном виде. Многих людей вот это, что для этого нужно? Нужно, чтобы был человек творческий. То есть если вы будете даже не очень приятны в общении, не очень там хороший человек, такое тоже бывает. Мы все люди разные, у всех разные жизненные ситуации, разный набор личностных качеств. Но если вы очень творческий человек, если вы очень интересный, генерите идеи, интересные какие-то поводы, то к вам будут приходить снимать. Вот я как слышал очень много по поводу Кубрика, что он был очень деспотичный режиссер, что с ним было очень тяжело работать. И очень многие актеры про него говорили, что это ужасно. Никогда больше, а потом ходили опять к нему сниматься. То есть опять снимались, потому что он был гениальный в своем роде. Вот именно, что его неприятные черты характера, которые безусловно у него были, ну как у всех у нас, есть какие-то приятные, есть какие-то неприятные, перевешивало его гениальность. Тот же самый Хельмут Ньютон, тоже по вспоминанию моделей, был тоже деспотичен на съемочной площадке, часами заставлял отрабатывать какую-то сцену, да, то есть он мучил фактически моделей. Но к нему шли фотографироваться, снимались, да, потому что он был, ну в общем, тоже в своем роде гениальный человек. То есть наличие творческого потенциала у вас как раз и дает тот самый плюс, тот самый бонус, который волшебный ключик, магические там врата, как хотите, да, что угодно, которые открывают путь к этому жанру, когда у вас будет все получаться нормально и хорошо. Вот. Ну, сложно сказать, как там связано, да, кто, что первично, деспотичность или гениальность, и как это связано, это нужно отдельно смотреть. Я думаю, что гениальность, конечно, накладывает определенную на черты характера, на определенное свое влияние накладывает, доказывает, да, потому что гениальные люди очень часто, им сложно объяснить свои замыслы, и поэтому они вынуждены работать и действовать какими-то такими агрессивными и такими жесткими методами. То есть вот, ну, если человек гениальный, то ему сложно довести до обычного человека, донести, что он хочет сделать, что он хочет получить. И он начинает злиться, сердиться, он начинает выходить из себя, когда он не может объяснить, он начинает требовать чего-то большего, чего люди не могут дать. Это довольно связанные вещи, не часто бывают. Ну, кстати, не всегда. Есть, я знаю, там, мастера, которые не были, были душками, лапочками, и при этом у них все получалось. Вот это самый главный момент. Так, ну и самое финальное – это желание поделиться красотой. То есть есть люди, которые понимают, что человеческое тело очень красиво, оно прекрасно, и это одно из самых красивых творений нашей природы, и поэтому они готовы этим делиться и готовы на это показывать. Ну, самые приятные такие люди, пожалуй. И единственный момент, что они не всегда готовы, скажем, готовы делиться красотой, но не готовы делиться какой-то личной. В том плане, что тело – да, а вот, может быть, лицо – нет, да, например. Такое довольно часто тоже бывает. Вот, ну что, вы с вами прослушали некое такое вот вводное занятие, обзорное занятие. Что у нас будет на этом курсе, я надеюсь, было понятно. Я вынес в отдельные вот эти занятия, вынес темы, которые обсуждаться будут на этих занятиях, просто взял кусочки отдельные и показал, как это будет обсуждаться, что будет происходить. Вот, и главное еще раз хочу напомнить, самое важное, да, это делать практические задания. То есть, вот по вот этим материалам, по тем, которые мы обсудили, попав в единую струю, в единую систему, в едином контексте находясь, делать домашние задания, выполнять их, фотографировать. На каждое задание нужно будет три фотографии сделать. А потом на следующем занятии это будет разбор. То есть, будет разбор, мы будем смотреть, я буду давать комментарии, что можно было бы улучшить, как можно было бы сделать. И мы будем с вами на одной волне, мы будем понимать, как и что я комментирую, зачем я это говорю, и будет все ясно. То есть, мы сможем выполнять этот шаг, который обязательен для обучения каждого фотографа. То есть, попрактиковаться, получить отзыв, получить фидбэк. Вот, теперь можно задавать вопросы. Если у вас есть вопросы, то я готов на них ответить. Прямо в чатах пишите. То есть, не нужно писать в блок вопрос и ответы, пишите в чат. А тут спрашивал, как пришли на съемки Нью, дошел. Ну, на самом деле, не могу сказать, как так само получилось. Начинал портреты, и потом люди сказали, а давай вот так и вот сяк. И как-то получилось, что я, в общем, даже не задумался над темой, что как-то было для меня очень взаимосвязано. Хотя, на самом деле, повторюсь, с точки зрения жанров, это отдельно. Нью отдельно, портрет отдельно. Это разные темы, разные моменты. Да, я люблю женщин, безусловно. Вот. А какие ДЗ самые затруднительные, что вызывает затруднения обучающих? Самый сложный, на мой взгляд, ДЗ, который вызывает больше всего вопросов, это съемка жанровая. То есть, вот нужно выйти на улицу и сфотографировать какие-то сценки, какие-то сюжеты, какие-то события. И, во-первых, это должно быть что-то интересное. Во-вторых, это должны быть незнакомые люди. И, конечно, вот это очень бывает тяжело. Работать с незнакомыми людьми, не знаю, в свободном месте. То есть, многие люди стесняются, не хотят. Ну, то есть, нужно переступить. Вот, мне кажется, это самое сложное такое домашнее задание, которое есть. Вот. Но, на самом деле, это очень сильно зависит от человека. Есть люди общительные, которые легко идут на контакт и легко придумывают какие-то вещи. Вот это все с ними проще получается. А, с другими посложнее. Но, тем не менее, длиннофокусный объектив никто не отменял. Можно снимать издалека и вас никто не заметит. Анна спрашивала, как научиться генерировать крутые идеи. Но тут, знаете, вот нет четкого какого-то такого рекомендации. Как научиться думать, да, по сути. Такой вопрос. Это сложно давать совет. Что можно давать какие-то побочные эффекты, да. То есть, вот, генерация крутых идей, это работа с чужими идеями, дает очень большую пищу для размышлений. Ну, собственно говоря, что делали все художники, все литераторы, все творческие люди, они смотрят чужие произведения, а потом в голове происходит компиляция некая такая. Чужие идеи накладываются на мои мысли, получается некая интерференция, рождается новая какая-то идея. То есть, я смотрю работы, которые мне нравятся, которые вызывают интерес. Я, может быть, даже пытаюсь что-то повторить. В момент повтора, в момент воспроизведения я понимаю, что точно вот так сделать нельзя. Есть какие-то отступления, есть какие-то нюансы, и в результате я начинаю делать это отступление. Это приводит к тому, что я начинаю делать уже свою работу. Вот это я не так, а это не так, а вот это не то, вот это уже по-другому. Ой, уже получается совсем иное, совсем иначе. При выполнении требует подготавливаться, как-то снимать студию, идти на какое-то мероприятие, концерт. Нет, не требуется, все можно обойтись. Ну, как я уже говорил, да, то есть, натюрморт этого дома снимаете, да, можете дома, можете на работе, на самом деле, неважно, где у вас есть место, где есть там стол, на котором вы можете это все поставить. Все это будет рассказано и показано. Пейзаж снимается, где пейзаж есть. Вот вы ходите на улицу и снимаете, где есть пейзаж. На портрет вам нужно пригласить кого-то, чтобы он вам позировал. Но это вы можете делать дома, не обязательно идти в студию. Можете дома, можете в кафе, можете на улице. Непринципиально. Помните, я говорил, есть задумка, есть идея, ну вот, и так далее. Пейзаж не очень, он всегда не очень. В общем, по большому счету, если искать отговорки, он всегда будет не очень. Летом будет слишком жарко, зимой будет слишком снежно, осенью будет слишком мокро и так далее, и тому подобное. Это вот в данном случае всегда не очень хорошо. Вот, тем более, есть городской пейзаж, который, в принципе, весной выглядит довольно интересно. Порой, да, вот эти, может быть, даже серые дома пыльные тоже можно показать. А можно посмотреть, как это все будет сейчас листиками покрываться, будет очень красиво. Ну вот, и когда мокрые дороги с красивыми отражениями, там, после дождя или растаявший снег, будет очень красиво. По всем, Ирина, по всем вопросам, по всем темам будут домашние задания. Это будет натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая фотография. И пятое домашнее задание, это будет свободная тема, какая угодно. Нет, это не выпускное, здесь нет выпускного, здесь есть все отдельные темы. Вот, как вы хотите, если вы считаете, Елена, что нужна ретушь, то делайте ретушь. В данном случае ретушь не возбраняется, она не является чем-то запретным. Я, например, не буду смотреть там внутрикамерные джипеги, чтобы было понятно, что человек там не подхалтурил, не подкрутил яркость, когда нужно было с ней сделать яркий снимок. Нет никакой задачи, есть задача получить художественный снимок. Оцениваем в первую очередь замысел, задумку, насколько задумка сошлась с идеей. Калаш, да, не фото. Калаш не годится. Ну, потому что калашем можно, вот как я уже говорил, там как-то возместить недостатки проработки идеи. То есть, вот помните, я показывал, там романтика, да, хоп, и поставил людей на пирс из другого кадра. Вот. Стоит отучиться, я в самом начале говорил, что нужно сначала на основу фотографии, вот, если вы даже считаете, что многое знаете. Я думаю, что это стоит. Но, еще раз говорю, самопроверка очень простая, Александр. Вы берете, открываете на нашем сайте страничку курса основы фотографии, открываете тему, темы занятий, и смотрите по тем занятиям, что там программа, да, что там обсуждают. Там подробная программа, ее смотрите, и если вы все, что там знаете, все, что видите, все знаете, то, в принципе, можно и не обучаться. Вот. Если вы вдруг понимаете, что вы что-то там не знаете, и не знаете изрядное количество, то есть, понимаете, что там есть некие пробелы, то имеет смысл пойти на основу фотографии. Потому что, я еще раз повторюсь, к сожалению, бывает так, что люди хотят перешагнуть через ступеньку, идти дальше прям сразу, да, понимая, что у них вроде есть какой-то накопленный. Вот. Но если почти все знаете, то, в принципе, можете спокойно, смело идти сразу на вот эту практику, на практические занятия, и выполнять домашние задания, и мы их будем разбирать, смотреть и так далее. Вот. Обидно бывает, когда человек приходит, ну, то есть, вот такое бывает, и, к сожалению, не очень редко, но бывает, что человек там, вот, например, я все знаю, приходит на следующую... Это нет, прям даже не про это вот. Вообще. Приходит и хоп, и смотришь, нет, не знаю. Вот. В основу фотографии есть практика, но там практика более сугубо техническая. То есть, в основу фотографии практика связана с техникой. Сделайте снимок, в котором бы на закрытый диафрагм получился размытый фон. Что вы там будете фотографировать? Возьмете, сфотографируете, не знаю, там, брелок, который положите на стол, и у вас просто технически будет выполнено домашнее задание. Все будет хорошо. Если вы сделаете прекрасный, интересный кадр с идеей и задумкой, это будет только плюс. В основу фотографии это будет засчитываться как дополнительный большой бонус. Но в случае с практикой тут немножко другое. Мы уже отталкиваемся от каких-то творческих моментов, от работы с идеей, отталкиваемся от смысла, от задумки. То есть, задумка, которая у нас есть, является краеугольной. Не так важно качество. То есть, это, конечно, тоже мы будем за этим следить, за этим будем смотреть, но это не так важно, как задумка. То есть, если фотография будет, допустим, не очень высокого качества, но при этом задумка будет гениальна, то это будет очень классно. Лучшего на курсе определяет, ну, обычно выставляется система баллов там оценки, да, и, соответственно, автоматически после каждого домашнего задания вы получаете определенное количество баллов. У кого больше этих баллов, тот лучший. Это сделано автоматически, и, в принципе, эта тема работает везде. Есть у меня дополнительная возможность там какие-то дополнительные бонусы добавить, да, там, человеку. Бонус малый, да, у меня есть. Как у преподавателя, если есть необходимость, я этим воспользуюсь. Вот. А про новый курс пока нечего оглашать. Тут, кроме того, что я сказал, это новый курс связан с тем, что будет у нас съемка обнаженной натуры, я надеюсь, да. В ближайшем будущем будет этот курс, где будут все вопросы, связанные с этой темой, разбираться. Будем смотреть, что считает красиво, что некрасиво, зачем это нужно, почему вообще должен человек заниматься этим. Я считаю, что фотограф, еще раз повторюсь, должен уметь фотографировать, попробовать хотя бы раз фотографировать в разных жанрах. Он должен понимать, что это что это дает, да. То есть вот фотограф должен, не обязательно он будет потом снимать, допустим, жанре обнаженной натуры, но он должен обязательно в этом попробовать. Помните, как художник, который учится, не обязательно художник будет рисовать потом голых людей, натурщиков, но обязательно есть обучение, на котором, это на котором этапе, на котором человек рисует обнаженных натурщиков. Это вот связано с тем, что есть определенные этапы обучения, которые каждый из них вносит что-то свое в общую картину мира и в общее умение работать с фотографией в целом, в общем. Натюрморт вносит свое, пейзаж вносит свое, жанровая фотография сносит свое, портрет свое и обнаженная натура в том числе вносит свое. Поэтому, если вы хотите как-то стать интересным и хорошим фотографом, то вам обязательно нужно попробовать все жанры, обязательно, то есть без этого никак, плюс нужно попробовать самому побыть моделью, это уже опционально, но это очень тоже сильно продвигает фотографу в плане понимания того, что он должен сделать и как сделать. Естественно, вы будете видеть работы других учеников, это тоже большой плюс, то есть разбирается не только ваша работа, разбирается все работы всех других учеников и вы сможете видеть не только свои ошибки, Анна, вы сможете увидеть плюс не только ошибки, еще и плюсы, то есть вы сможете увидеть ошибки и плюсы других людей, можете подчеркнуть, это тоже получается некая такая симбиотическая вещь много ли я снимаю на фуджи фильм да много и практически все что в последнее время снимаю снимаю на фуджи фильм основная камера у меня фуджи фильм сейчас основная и по работе я с ней работаю по творческим съемкам на несколько у меня аппаратов есть x-10 x pro 2 а сейчас новая да и действие другие камеры вот которым я снимаю это основные мои инструменты рабочие в том числе какие-то серьезные заказы я делаю на среднеформатную камеру большой фотоаппарат если прям что-то я работаю фотографом это основная на род деятельности фотограф я снимаю людей что я думаю о sony 77 второго поколения я думаю что это в общем на самом деле по большому счету тупиковый ветвь мне кажется вот и я бы на самом деле 77 не баловался не занимался брал бы сразу оси и двигался бы туда но потому что получилось довольно громоздкая камера при том что вроде как у нее особенных таких преимуществ перед другими зеркалками перед тем же самым к нам особенно нет зачем тогда sony брать если можно взять canon и в любом не знаю там любого утюга потом получить информацию о том как снимать что снимать любые подсказки и плюс еще в любом прокате взять объективы и снимать но в обычном в крупных городах прокаты есть sony пойди найди еще мало того что объективов мало да еще и в прокатах их не будет да потому что то есть поэтому как это получается странные с этой камеры вышла ситуация я не могу сказать может быть я не прав но в общем и целом я вижу по крайней мере то что я вижу мне кажется что а 7 серый гениально интересная вещь да компактная легкая быстро и шустро и очень хорошая камера вот и поэтому в качестве основной рабочей лошадки она очень отлично работает а вот что какие преимущества 77 быстрый автофокус не настолько быстрый его нельзя сравнить допустим с тем самым каменовским так был вопрос по поводу что там в северной америке фуджи есть предложение по которым можно взять в аренду любой любой что там скакнуло это аппарат фуджи на три дня да ну у нас есть в россии тоже такие были акции можно было брать фуджи плюс объектив на три дня бесплатно на была парокатная парокатной конторе такая акция была в прошлом году было все лето по моему канон выпустил супер мегапиксельную камеру но никто не понял зачем выпустил канон супер мегапиксельную камеру никто даже по моему сам кэн не понял зачем 50 мегапиксель они запихнули в 5ds вот потому что 50 мегапиксель это как говорится многие знания многие печали многие мегапиксели многие печали большие файлы непонятно чем это ворочат нужно более мощный компьютер нужно больше дискового пространства нужно более аккуратно снимать да потому что много пикселей уже не прощает шевеленку и смаз микросмаз становится очень очевиден и заметен значит нужно снимать как среднеформатной техникой со штативов нужна хорошая оптика потому что не вся оптика кэнновская способность этой камеры работать возникает сразу кучу вопросов и главный вопрос а нафига пожалуй единственный момент который я могу себе дать ответ это но что было много не мало это второй такой да и снимать какие-то вещи как-то ленивая и криво потом это кропить обрезаю все что не нужно но пес его знает мне кажется это какая тема не очень не очень понятная вообще много мегапикселей не очень нужна вот скажем какие другие вещи они более важны так задаюсь вопросом коморожную студийная фотография кроме бизнес потребностей вроде красивых инстаграм ботиков и личных instagram страниц но студия на фотографии это на самом деле студии на что такое студии на это умение управлять цветом управление светом можно использовать для любых задач дальше уже вопрос как вы это использует то есть это просто инструмент студия на фотографии это просто такой определенный инструмент, с которым вы работаете. Это как, я не знаю, многомегапиксельный фотоаппарат. Я, например, для себя не нашел причин, зачем мне нужен фотоаппарат с 50-мегапиксельным сенсором 35-миллиметровой камеры. В чем она? Прелесть. Я лучше возьму там среднеформатный, да, там с 80-мегапиксельным сенсором. Я могу понять, зачем там мегапиксельный. Хотя тоже не очень могу понять. То есть, хорошо, что они есть, да, но прямо 80-мегапикселей, прямо вот именно 80 не очень нужно. Но, тем не менее, на среднем формате это как-то объяснимо. А вот на 35-миллиметровом формате это не объяснимо. То же самое со студией. Некоторые люди не могут понять. А для кого-то это очевидно. Вот мне очевидно, что студийные, не только вообще портреты, а вообще студийная съемка, это в тех случаях, когда вам нужно гарантированно управлять светокиневым результатом, чтобы делать фотографии именно такую, которую вам нужно, которую вы задумали. это вот любая задача, любая ситуация, где вам это нужно. Не знаю, там съемка предметов там для, на рекламу, съемка людей для того, чтобы они вышли такими, как вам надо, а не как получается в тех условиях, которые есть. Вообще любой там буклет рекламный, там фотографии на сайт, любая вообще вещь, она требует какого-то управления. То есть все оформление любой там фирмы, оно будет связано, где требуется фотография, оно будет связано с управляемой работой. Значит, студийные здесь быть. Встретилась услуга в студиях по организации в них мероприятий. Какого рода мероприятия удобно проводить в студиях? Ну, обычно в студиях, ну, действительно, просто для начала могут проводиться какие-то тренинги, могут проводиться какие-то занятия. Вот, по крайней мере, то, что я видел. И когда у нас была своя студия, мы ее сдавали время от времени на всякие разные вот эти вот, эти самые, тимворкинги, ну, то есть когда приезжает куча народа и что-то вместе обсуждают, да, какие-то там нужные дела. То есть в офисе у них не получается собраться, нет места, нету пространства, где бы, допустим, одновременно могло собраться 60 людей и комфортно себя чувствовать. Да, с нормальной вентиляцией, там, с нормальным светом, да, и в одном помещении, не разделенной ни комнатами, ни барьерами. Например, да, там, обучение чему-либо, там, мы заказывали очень часто, там, классы английского языка, там, эти студии. Мероприятия, ну, те же самые можно, кстати, устраивать какие-то там сабантуйчики и так далее. То есть, в общем, как актовый зал, в котором можно поместиться большому количеству людей. Я думаю, что главным образом это вот так. Есть у вас никакая нестандартная схема для света? Я вообще считаю, что, Александр, что в фотографии есть только единственная схема классического портретного освещения, вообще она существует. Это единственная жесткая схема, которая четко описывает, где что должно стоять, где что должно светить и примерно там рассказывает, как все должно выглядеть. Это вот есть схема, а все остальное является результатом труда на конкретную, ориентированно на конкретный результат. То есть, есть задача, приходит человек и говорит, сделай меня, пожалуйста, чтобы я был брутальным, демоничным и крутым. То есть, я должен работать с одним настроением, понимая принципы работы света, понимая, как он будет давать мне какой результат, двигать буду свет так, чтобы получилось то, что он попросил этот человек. Или, например, приходят девочки и говорят, мне нужно, чтобы я была белая, пушистая, такая вся, без прыщиков, без всего, такая красивая. Вот, и, соответственно, я буду ставить другой свет, исходя из этой задачи. То есть, исходя из какого-то определенного задания, я буду работать со светом. И каждая съемка, она уникальна, то есть, она своя нестандартная. Каждый требует что-то придумать, чтобы конкретную какую-то задачу решить. Есть какие-то вещи, которые просто решаются, есть какие-то вещи, которые сложно решаются. Бывает, что для каких-то съемок, там, бывает 5, 6, 10 приборов, да, бывает, разные стороны они светят, чтобы решить какую-то конкретную задачу. То есть, это действительно еще нестандартно, но это каждая съемка нестандартно. Так, хочу перейти на фулл-фрейм, что купить, D610 или D750? D750 я бы взял. 610 у него, я не знаю, кстати, D750, но надеюсь, что там сделали нормальную фокусировку. У 610 была главная проблема, взят фокусировочный модуль от кропнутой камеры. В результате на фулл-фрейме получается, что этот фокусировочный модуль где-то в середине. У вас получается центральная фокусировка все время, а это сплошной геморрой. То есть, вам все время придется перекадрировать, махать камеры. Получается, фулл-фрейм берут зачем? Вообще, логика фулл-фрейма зачем? Фулл-фрейм для того, чтобы можно было работать с малой глубиной резкости. Все, по большому счету детализация, четкость, микроконтраст. Сейчас кроп вам даст, в принципе, такие же, если не лучше. Чего не может дать вам кроп, не может дать вам малую глубину резкости. Все остальное можно сделать на кропе. Соответственно, когда вы работаете с малой глубиной резкости, у вас дает острый вопрос наведения на резкость. Автофокуса, да, фокуса, да, и наведения на четкость. А если вы вынуждены все время перекадрировать, потому что у вас точки находятся ровно в центре, а по краям их нет. И вы вынуждены все время махать фотоаппаратом, вы, получается, в этом самом важном и самом нужном месте получаете некую такую дыру. У нас дыра в безопасности, да, да. Слава богу, что хоть что-то у нас в безопасности. Вот получаете вот такую проблему. Вы предпочитаете постоянный или импульсный свет? Я предпочитаю любой, лишь бы с ним можно было работать. С постоянным проще, с импульсным интересней. Итак, а какие световые схемы стоит ориентироваться в качестве памятки на первое время? Ну, я говорю, нет никаких схем. Есть единственная схема, она единственная и на все, да, это классическая портретная. Рисующая, заполняющая, контровой и на фон, да, вот эти вот. Все остальное, это производные из этой схемы, начинайте из нее вылеплять то, что вам нужно. Нету схем, забудьте про схемы. Все, кто учат вас схемам, это, в общем-то, ну, некий такой формализированный подход, его быть не должно. То есть я всегда против формализированного подхода. Против такого, знаете, вот там, типа, мы сейчас вам расскажем пять схем съемки в студии. Съемка бабочка, там, голливудский, там, хоп-хоп. Все это какой-то небольшой шарлатан, на мой взгляд. Ну, то есть, конечно, людям проще так это воспринимать, но на самом деле неправильно. Нужно в студии, нужно понимать, главное, принцип работы света. Вот как он работает, да. Что будет, если вы пододвинете прибор ближе, а что будет, если это отодвинете дальше. Что будет, если вы поставите крупную насадку, а что будет, если мелкую насадку. Зачем соты? Почему соты ставить, почему соты снимать? Зачем шторки, да. Как избавиться от паразитного освещения? Как добавить какие-то блики, где нужно? Это все зная, понимая, как работает цвет. Поймете, как работает цвет, дальше никакие схемы вам не нужны. Схемы это, ну, некое, опять же повторюсь, некий такой вот подход формализованный. Творчество не терпит формализованного подхода. Любое творчество, даже техническое творчество, то есть, имеется в виду в том плане, что вот есть задача сфотографировать босса в студии. Это довольно техническое такое задание. Приходят боссы какой-то компании, и нужно сделать им там хорошие портреты на сайте и там в их какой-то буклету, да. Все равно подход каждый раз какой-то индивидуальный. У одного более глубоко посаженные глаза, у кого-то выпуклые, у кого-то нос короче, у кого-то нос вздернутый, у кого-то наоборот нос с горбинкой, у кого-то скулы впалые, а кто-то круглый как блин. Да, с этим нужно работать постоянно, да, то есть, нужно работать, и нет никаких схем, которые с этим поработали. Приходится понимать, как работает цвет, а дальше подкручивать под каждого человека чуть-чуть, здесь выше, чуть ниже, тут светлее, там слабее. Эта схема здесь в данном случае будет вредить, потому что вы будете думать конкретно какими-то категориями того, что нет. В никоне цвет самый настоящий, нету в никоне цвета. Вообще никакого. Ни в никоне, ни в камне, ни в олимпусе, нигде, к сожалению. То есть там все, что мы видим, это некий набор предварительных элементов, с которыми нужно поработать. Никакая камера сразу из коробки не дает хороший результат на сегодняшний день, даже фуджи. Как часто, по факту, имеет смысл делать калибровку монитора. Раз в год минимальная калибровка монитора, и начинающим это обязательно нужно делать. Ну, то есть, вот, Ирина без калибровки вообще садится за обработку, нет никакого смысла. Особенно, если вы снимаете там в репортажном жанре. Нет, калиброванный монитор – это прямой путь к большим проблемам потом. То есть, принесете, а все красные. Вы все такие, о-о-о, красные. Монитор обязательно нужно калибровать. Профессиональный, непрофессиональный, макинтош, не макинтош, на ноутбуке или на компьютере обязательно нужно калибровать. Без этого никак. Без этого приступать к работе бессмысленно. Ну, потому что вы будете получать какую-то ерунду. Не в ЧБ, не в цвете, не важно. Вот. Минимально раз в год. Люди, которые работают с цветом, калибруют раз в неделю. Которым важно. Так. Есть свой прибор для калибровки. Нет, свой прибор для калибровки, он отчасти решит. Но вам нужно быть докой в этом деле. А там есть куча нюансов. Действительно, Шадрин может рассказать. Приходите, записывайтесь. С удовольствием вас жду. И записывайтесь на основы, на фотографии, на основы фотографии практики, как продолжение основы. Те, кто сходил на основу фотографии, те могут идти на практику. Там я вас буду гонять по определенным жанрам и буду заставлять вас делать конкретные какие-то домашние задания. И мы их будем обязательно разбирать. Так. Многие упорно утверждают, что самый правильный портретный объектив 85 мм. Самый правильный портретный объектив, на который у вас получаются нужные вам портреты. Вот. То есть, если ваш, получается, на 16 мм нужные вам портреты, такие, какие вам нравятся, и все довольные, всем хочется с вами сотрудничать, то, значит, у вас будет 16 мм. Вот. По поводу 85, мне тоже нравится это фокусное расстояние для портретов. Оно недостаточно длиннофокусное, чтобы нужно было далеко отходить от человека, но при этом достаточно длиннофокусное, чтобы иметь все-таки хорошее перспективное искажение. Малое перспективное искажение. Вот. Соответственно, кому что больше нравится? Да, кто-то любит снимать более широкоугольным, но для этого нужно уметь чувствовать и работать с перспективными искажениями, понимать, как они влияют у нас на портрет, в какую сторону. Кому-то нравится больше работать там со 135 мм, кому-то нравится. Ну, то есть, вопрос 85, он не является какой-то панацеей, не является каким-то отдельным, настоящим каким-то таким титаном портретных объективов. Кому что больше нравится? Вот. Поэтому в данном случае я не считаю, что 85 является самым лучшим. Один из хороших, действительно, хорошее фокусное расстояние. Но в разных ситуациях нужно пробовать разное и использовать разное. Вот кто-то 35 мм. Ну, для ростового портрета, да, нормально. Если любит человек снимать ростовые портреты, то 35 будет нормально. 50 мм очень неплохо работает в портрете, если вам нужно работать именно с перспективными искажениями. То есть, больше глаза, больше подбородок, там, какие-то узкие скулы, да. Вот как раз 50 мм очень здорово на full frame работает. Обязательно мы встретимся еще совсем скоро, 8-го числа на презентации, если вы хотите, да, то есть по поводу техники поговорить, зацепиться языками, про там роны, про все остальное. У нас будет еще 8-го числа, немножко анонсируют, да, то есть презентация Fujifilm X-Pro 2, живая, да, тоже так же мы будем говорить вживую и отвечать я буду на вопросы. Вот, соответственно, с удовольствием готов вас там принять. 8-го числа вечером по Москве в 7 часов будет вот про X-Pro 2 презентация и после нее мы можем точно так же зацепиться языками про все объективы, про камеры. Вы можете заготовить вопросы, прямо на бумажке себе выписать. Вот, ну, я думаю, что вам это пригодится, то, что сегодня было, да, и было полезно, и информация, которая была важна. Приходите на курсы, записывайтесь, не только на мои, приходите на другие, с удовольствием вас буду ждать. Ну, на этом с вами тогда заканчиваем занятия, прощаемся, до новых встреч. Продолжение следует...